Здравствуйте! Добрый вечер всем, друзья! Так рада вас видеть! Ой, сколько много восклицательных знаков! Здорово! Серебряный лебедь на связи! Вся неделя у нас просто лебединая такая получилась. Если Лёле Раевской достался рабочий понедельник, то мне досталась пятница-развратница. День весёлый, это наш маленький российский праздник, поэтому будем его отмечать, будем сегодня хулиганить, будем играть, будем баловаться, и всё это, конечно, с пользой. Сегодня со мной Наташа Ирохина, которая сегодня в фартуке, не я в фартуке, а Наташа, чтобы не стать такой же, как я у нас сегодня, тематическая вечеринка «Брызги и пятна». Ну что, давайте пару слов о себе. Я надеюсь, что большая часть из вас всё-таки меня уже знает, но для тех, кто видит впервые, всё-таки пару слов расскажу. Значит, зовут меня Елена Якимова, работаю я в студии «Серебряный лебедь», приехала из холодной Якутии, сейчас проживаю в городе Ставрополь. Приезжаю сюда к девчонкам на вебинары. Значит, полезные функции мои – это то, что я дизайнер и фотограф, и мы готовим постоянно какие-то обучающие материалы, которые позволяют вам, мастерам, да, подготовиться, расширить свои возможности, да, то есть в дизайне мы разрабатываем курс по фотошопу, который помогает всем мастерам делать макеты и облегчает их работу, и у нас будет обязательно материал по фотографии, потому что фотография – это тоже очень важно для тех людей, которые представляют свои работы в интернете. Тут у нас ещё ходит директор недалеко. Здрасте всем. Вот, здрасте всем, Лёля Раевская. Ну, в общем, вот такие вот дела. Надеюсь, что мы с вами уже встречались и будем встречаться ещё много раз. Города вы уже свои написали, мы видели, что очень хорошая у нас сегодня очень широкая география. Давайте будем начинать и буду я рассказывать о том, чем же мы сегодня с вами таким грязным будем заниматься. Как из этого делать дизайнерский? Как из этого превратить грязьку в нечто? Давайте будем переключать камеру. Где счастливый зайц? Зайца, Лена, я не надела сегодня, потому что мне его жалко, я не хочу, чтобы он был счастливым грязным зайцем. Сегодня у меня рядом лежит счастливый мультик, которому, возможно, тоже достанется. Так, значит, друзья, что такое набрыск? Набрыск – это вообще изначально техника рисования. То есть сейчас он у нас в декупаже используется как объединяющий элемент, то есть как прием для состаривания работы, но изначально это все-таки техника рисования. И ее можно использовать самостоятельно в декоре. Давайте покажу, наверное, два момента, которые мы сегодня будем делать. Один и два пускай останутся у нас в секрете. А что будем показывать? Не будем ничего показывать. Сразу будем начинать, да и все. Зачем? Ну, сюрпризный вечер будет у нас. Будем сегодня разбирать, как набрыск сочетать с различными техниками, как его можно сделать не просто хаотичным, да, а как-то его собрать в кучку, ну и как бы как превратить вещи именно в дизайнерские, именно в интересные, не просто как бы набрызгали, да, а набрызгали со смыслом. Мультика покажем, если он сам придет сюда, потому что он лежит немножко далеко, камера до него не достает пока что, но он вам всем привет передает. Так, ну давайте начинать будем уже, нечего тянуть. Начнем с самого грязного. Возьмем половинку от заготовки для планшета. Что это за заготовка? Все-таки покажите. Да, сейчас покажу для тех, кто ее не видел, на готовом варианте. Да, вот это готовый вариант. Что это такое? У нас есть вот такая заготовка. Это подставка для планшета. Не только для планшета, но и для телефона. Для телефона, для книги, что там мы еще выясняли, для планшета, то есть для каких-то записей, да, для какого-то списка, который должен быть перед глазами. Очень удобная вещь. Дома теперь смотрю только, потому что на телефоне постоянно смотрю. Вообще не знаю, как я жила без этой вещи. Вещь суперская. Я Лену сказала, Лена, это потрясающе. Вези еще, вези еще. Вези еще больше, чтобы у нее в каждой комнате было. В разобранном виде это у нас панно. Антонина написала, я такие сегодня получила. Антонина, я тоже сегодня получила. Это хорошо. Так, ну вот, это у нас в разобранном виде панно, да, здесь вот я прикрутила петельки. Они висят у меня в кабинете, и когда мне нужно, я снимаю. Так, сейчас я их себе поверну, чтобы быстренько собрать. То есть, почему я картинка? Да, можно поменять, не разбирая, просто перевернуть. Вот так. Вот такая вот полезная вещественная вещичка. Да, очень полезная. И сегодня мы будем декорировать две такие подставки и еще кое-что из нашего любимого. Теперь у нас у всех есть такие. Точно, Мила, у нас в каждом доме есть такая подставка. Так, значит, смотрите. Эту подставку я покрыла морилкой, ошкурила ее, чтобы она была такая старенькая. Эту сторону я покрыла белой акриловой краской и одним слоем лака. Мне нужно просто, чтобы эта поверхность была белая. Ничего я с ней больше делать не буду в плане там наклеивать распечатку или что-то еще. Просто она нужна мне белая. Можно было ее сделать любого цвета. И один слой защитного лака акрилового, любого, любой фирмы, матовый, глянцевый. Это уже, ну, исключительно по вашей задумке. То есть я покрыла матовым сайрлаком 72-20. Скажи, пожалуйста, вот Гульнара спрашивает размеры. Размеры непринципиальны. То есть они у нас где-то 25 на 15, но это абсолютно непринципиально. Можно сделать, типа, телефон поменьше. Да, можно маленькую, можно сделать огромную. О, девчонки опишут, он 25 на 15. Так, вот, значит, подготовленная поверхность. И будем мы сейчас ее ух как украшать. Для украшения нам понадобится. У меня вот такие силиконовые формочки. Это то, в чем я развожу краску. Татьяна говорит, и вся Россия к Новому году будет иметь такие подставки. Да, мне кто-то писал из девчонок, что половина России будет иметь подставки, половина пряники. Не, ну, на самом деле, здорово, очень удобная вещь. Мы ее очень любим, именно, да, то есть это не просто, это функционал, и это действительно полезный, удобный подарок под Новый год, как бы, самое оно. Так, вот такие формочки силиконовые, да, я в них развожу краску. Просто не очень люблю тарелки. Вот в них развожу и работаю. Значит, у меня их много. И краски. Сейчас я посмотрю на готовую половинку, чтобы знать, какие цвета. Так, у меня желтая, красная, зеленая. И синие. Как вы догадываетесь, вот этим мы будем сейчас брызгать. Так, Наташа, дай мне, пожалуйста, несколько кисточек щетинных, которыми я могу красочку развести с водой. Ага. Антонина. Домики, спасибо. Домики будем обсуждать сегодня. Так, я сейчас покажу, сколько накладываю. Ну, вот столько накладываю краски. Краски у меня, Ладога и Санет, могут быть абсолютно любые, акриловые, художественные краски. Вот такая она называется, красная, темная. Я не очень люблю просто красную, она слишком яркая для меня. А вот красную, темную, я очень люблю. Вот такая она. Так, зеленая, темная, что я люблю все темное. Так. Зеленая очень темная, вот смотрите, поэтому я в нее добавлю чуть-чуть желтенького. Размешаем и станет посветлее это все. И возьмем, так, да, возьмем вот такую вот голубую. Вот. Так, это лишнее убираем. Водичка у меня, давай, вот отсюда, наверное, набьем. Краска для набрызга должна быть жидкая. Сейчас покажу, какой консистенции, но она должна быть прям жидкая-жидкая. Вы еще перелите или не перелите? Так, ну я думаю, вот так. Сейчас посмотрим. Давай поближе покажу, что у нас тут происходит. Вот она. Хорошенько перемешиваем. Перемешиваем уже, все должны знать, дешевенькой щетинистой кисточкой, чтобы не забивать в дорогие синтетические кисти, которые вот забиваются сюда под корешок краской, и кисть от этого портится. Ну вот, смотрите, вот прям так мало даже, я хочу сказать. Краска должна быть жидкой настолько, чтобы она легко слетала с того, чем вы будете брызгать кисточкой. Или сейчас вот здесь мы будем брызгать еще такой интересной штукой. Вот так. Прям, я смотрю, она такая, как водичка у тебя. Ну, не прям как водичка, но вот на кисточке она капает. Жиденькая, прям жиденькая, но не прям совсем как вода. Так, сейчас размешиваем все красочки до такого состояния. Нет ли у нас там каких-нибудь вопросиков? Ну, пока еще девчонки не поймут, что это такое будет. Что-то не избудет. Я тоже пока с интересом смотрю. А та что же не знает. Да. У нее есть предписание надеть фартук. Да, начали с того, что один фартук. Я говорю, я сегодня буду работать. Я не пойму, почему мне фартук одевать. Скажи, пожалуйста, а вообще вот эта идея наброска, ну, откуда она появилась? Почему вдруг наброска? Скажи, пожалуйста. Ну, вот ты знаешь, как-то я, я вообще на работах наброск не очень люблю. Ну, в плане того, что, нет, я люблю, я вот когда смотрю работу нашей Гали в Акулу, например, да, я люблю на них наброск. Все красиво. Я люблю Галю наброск, он мне очень нравится. Но я как-то не, ну, я не делаю просто такие работы, у меня другие работы, да, и я наброск не использую, хотя когда-то делала, пробовала. Мы тут в закрытом клубе, когда был конкурс этот с первыми работами, моя работа как раз-таки была с битумом, с набрызгом, никто не угадал ее. А я так взглянула на нее как-то по-новому, знаешь, она мне понравилась. Я думаю, да вот наброск как-то очень интересная. И потом я увидела просто где-то в интернете, сейчас, может быть, кто-то наталкивался, модно такая картинка, фраза такая юморная, там что-нибудь, там, детка, ты просто космос, да, вот какой-нибудь такой это. И написано это все, как правило, на вот фоне такого изображения Вселенной. И вот так оно мне понравилось, это изображение, и я подумала, что его можно сделать как раз-таки очень легко с помощью набрызга. Если вот вы посмотрите на мой сегодняшний наряд, у меня практически Вселенная, немножко доработок. Немножечко спиралевидных таких углублений. Да, и будет Вселенная. Во Вселенную, да? Евгений спрашивает, я так же разводил, но при лакировке почему-то мазалась. Не досохла краска? Значит, не досохла, скорее всего, да. Скорее всего. Можно, конечно, да, нет, в принципе, если не досохнет, то даже если сбрызгать со спрея, да, спреевак взять, все равно она растечется, то есть просто она не высохла. Просто очень большой состав воды в краске, и ей нужно время, чтобы испариться, и чтобы вот эта капелька, она как бы осела. Ну вот Елена говорит, краска, возможно, плохого качества, это тоже повлияет, конечно. Но вы знаете, у нас такой проблемы не было, Евгений. Вот сколько работ делают, Галя набрыз делает и тут же лакирует, такой проблемы нет. Скорее всего, может повлиять качество именно, действительно, красок тоже. Мне кажется, что, ну, кроме как вот то, что не досохло, других проблем не может быть. Мне кажется, да, ну, если совсем какая-то, ну, я не думаю, что Евгений совсем плохим. Богдан говорит, вот разведенная краска и пятнышки, получается, блеклые. Нет, почему? Это же художественная краска, она, сейчас посмотрите, какие пятнышки у нас будут, не блеклые. Да, блеклые будут только состроительные взять, вот она, да. Да, это художественная краска, очень плотный состав, как бы оно высыхает, вот вода испарится из капельки, и все, а цвет останется. То есть, ну, она сразу будет такая. Так, сейчас нам нужно как-то немножко, чтобы не уделать всю студию, да. Давай мы поставим камеру как-нибудь вот сюда. Давай, сейчас поставим, да. У нас тут сегодня надо видеть просто студию, как она у нас все забаррикадирована. Сейчас, подожди, надо на что-то поставить. Можно вот на вот эту, чтобы она чуть-чуть напланировала? Ага. Потому что, ну, это как бы от души сегодня будем работать, да, главное не уделать все. Да, то есть вот так мы ставим камеру. Ну, Наташа сейчас... И я тут пакуюсь как бы в дождевико, да? Да, да, так, давай. Ага. Потому что наброс будет у нас серьезный. Так, я подъеду вот в эту сторону, чтобы не брызгать в сторону Наташи, которая защищена у нас пакетом. Всеми возможными средствами. Вот, видно, хорошо. Значит, брызгать сейчас будем. Смотрите, обычно брызгается... Прошу прощения, Наташа. Обычно брызгается очень удобный инструмент – это зубная щетка. Она, ну, таким вот образом, пальчиком или палочкой какой-то, да, делается красивый набрызг. Но для такой большой заготовки этот набрызг будет очень мелкий, с такой щеточки. А мне бы покрупнее бы немножко. Поэтому я буду брызгать перчаткой. Опа! Да. Ничего себе, перчаткой! Я сидела дома, думаю, чем бы мне так набрызгать, чтобы пятна большие получились. Сижу в перчатке, думаю. Думаю, точно, залезу прям ладошкой, да, побрызгаю. Так, вот смотрите, перчатку я вот так вот приснимаю. Она у меня вот так вот волнуется вся. И теперь... Та-да-да-дам! Я беру, ну, пусть будет желтая красочка. И вот это все дело окунаю. Вот что получается. А теперь... О, боже мой! Вот так. Вот так вот, квадрат Малевича. Да. Это хорошо, пусть будет. Я буду снимать перчатки дома, я хожу мыть руку. Но сейчас я буду просто брать разную перчатку. Значит, в идеале дома высушить этот момент. Не под феном, потому что капли большие, и под феном будет размываться струя, ну, струя воздуха будет капельку деформировать. Подсушить ее так, а потом можно досушить феном, как бы, и брать следующую. Сейчас вполне возможно, конечно, что у нас, ну, смешаются краски, ну, мы хотя бы два цвета сейчас сделаем перед просушкой. Да, да, просушивать надо будет. У нас есть еще занятие, поэтому пока это будет подсыхать, мы понемножку... Девчонки пишут, новые смелые девчонки. Супер, девчата. Кто-то написал, впадаем в детство. Вот у меня тоже такое ощущение. Вообще, я когда готовила тут вторые половинки от этих подставок, я вообще была такая счастлива, если честно. Ну, знаешь, как дети в лужу, когда-то такое, начинают прыгать. Да, 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 у меня мальчик соседский у нас там лужа перед домом, и он такой радостный прям выбегает полностью в эту лужу прям. Седлана говорит, девчонки, вы точно знаете, что вы творите? Не боитесь. Так, вот, немножечко оттряхнули. Ну, с Богом. А-а-а! Воживай! Вот так. Нормально. Хорошо. Красиво. Снимаем. Так, ну и давайте теперь вот это мы немножко посушим. Не феном. Лёля нам говорит, Лена, помни про паркет, про диван, про Наташу. Я стараюсь. Лёлячка, я стараюсь. Так, убирай защитный экран. Защитный экран. Это пока что просто положим, пусть оно полежит. Чуть-чуть хватит уже. Чуть-чуть хватит, да? Лёля, такая, что вращается. Да, мы просто это. По стороне наблюдаем, и мне кажется, мне нужно присутствие. Это тоже надо контролировать. Играет, да? Играет, но и держит пока что. Пусть она у нас подсыхает. А мы примемся за другую. Чуть мы будем одну вещь, что ли, пачкать. Не говори, что мы будем, а у нас одна доска, что ли, пролистая. Что паркет испачкан, Наташа испачкан. Так, это у нас ещё одна подставка на каждую кружку. Краску по перчатке. Ирина, смотрите, хороший вопрос. Я говорю, я как человек сознательный дома, у меня стоит рядом тазик, я там краску, ну, мою перчатку, вытираю её полотенчиком, чтобы она была, ну, многоразовая такая, да, скажем. Вот, но здесь в условиях вебинара я не могу тут устраивать, как енот по лоскум всё это отмывать, поэтому мы их складываем, возможно, я их потом помою. Так, там ещё кто-то скажет? Нет, пока... И пусть кто-то скажет, что это не искусство, Елена говорит. Чем не квадрат Малевича. Очень экстрим маленько. Вам понравится результат, не волнуйтесь. Так, значит, взяла ещё одну подставку, одна половинка тоже готова, одна половинка подготовлена вот таким образом. Закрашена чёрным цветом полностью. Вот таким образом залакирована. Одним или двумя слоями доведена до гладкости, как вы можете видеть. То есть такая, она уже приличная. Вот, а с этой стороны я обычной акриловой краской, спонжиком нанесла, ну, вот такую область. Выбелила, да, и на нет её сюда свела. Вот, теперь здесь мы будем делать, собственно, Вселенную. Для этого мы с вами... Так, Наташа вышла, сейчас она принесёт мне тарелочку. Я пока вам расскажу. Так, что я имею в виду? Вы видели все изображения Вселенной, да? То есть это какие-то переходы от синего к розовому, какие-то разводы, да? И на этом фоне мы видим вот такие вот брызги, как у меня. Кофточку я тоже сама себе забрызгала, конечно же. Я вышла на крыльцо, от души помахала кисточкой, в общем, нарядилась, как смогла. Надо же поддерживать тему вебинара. Ну, так вот, розово-голубые, синие разводы, да, на фоне которых белые звёзды. Для того, чтобы нам это дело здесь изобразить, нам понадобится краска розовая, краска бирюзовая, ну, голубую можно, да? Здесь у меня ещё цвет индиго и чёрная краска. Наташа, мне нужна тарелочка и кисточка. Кисточки вот. Да. И спонжик. Так. И вот этот два хватит. Вот всё, что нам нужно, чтобы Вселенную изобразить. Мы берём краски. Здесь обязательно тарелочка для того, чтобы... Ну, мы сейчас их будем смешивать, да, различными такими перетекающими моментами. Здесь у меня уже краски мало, я так вот её потрясу. Просто я всё равно её привезла, вдруг нету в студии розового цвета. Да, розовый такой яркий, наверное. Так. Так, маловато. Ну, ещё тема набрызга, вот мы с Леной разговаривали, что это тема ещё такого быстрого подарка, да? Да, это... То есть, когда нет времени особо... Ни распечаток, не надо ничего. Сейчас вы посмотрите конечный результат и решите, как бы, готовы вы на такое идти или нет. Ну, вообще, сама техника, ну, я вот передо мной конечный вариант, или же, я знаю, почему я везу. Вот, мне нравится. Это очень стильно. С днём рождения Деда Мороза. Привет с набережных челнов. Привет, набережные челны. Кофточка с набрызгом, нет перчаток. Это я строительную кисть взяла огромную. И, ну, у меня есть где размахнуться, как бы, у меня свой дом. Я вышла, так на крыльцо постелила, всё, дождь... Дождь только прошёл. Я такая думаю, а сейчас как сделаю? Так, вот смотрите, вот такими различными пятнышками я нанесла это дело. Теперь я брызгаю сюда водички, как бы между ними. Так, смотри, чтобы в ней не утекло сильно. Чтобы водичка была рядом, чтобы я могла её загребать и с красками смешивать. Татьяна нам пишет, спасибо, Лена, за идею. Умопомрачительная, полезная подставка. Татьяна, я её тоже оценила, я просто вообще... Я не знаю, как я жила до этой подставки. Так, вот набрызгала. Беру кисть рядом, да? Пусть кульверизатор тоже будет рядом. И спонжики, всё рядом должно быть у меня. Что, ширму надо? Нет, сейчас нет. Без ширмы работает? Сейчас без ширмы. Вот сюда мне поставь, чтобы я могла быстро взять. Так, теперь берём и всё будем одной кистью делать. Берём и вот так вот уводим в сторону немножко краски голубой, допустим, и смешиваем её с водичкой, да? Вот таким образом. И наносим хаотичные вот такие вот штучки. Берём розовую краску, смешиваем её с голубой. Не может быть сразу рядом с розовой, голубая. Должен быть переход между ними. Мешаем вот такую фиолетовую и делаем вот здесь вот рядом. О, Боже мой. А вот уже рядом с фиолетовым вполне может быть розовое пятно. Наташа, мне быстро-быстро нужна белая краска. Белая? Да, белая пятнышко обязательно во Вселенной должно быть. Так, индиго. Индиго очень хорошо подходит для Вселенной, потому что там всё-таки, ну, приятный такой синий цвет, как на картинках. Да, хватит. И вот так вот ещё можно белую загребсти и куда-нибудь вот так вот её. Быстро всё делаем. Хватаем спонжик, начинаем всё это дело смешивать. А, Боже мой. Какая вселенная хаотичная. Боже, Боже. Проходим, стараемся сначала по свету пройти, чтобы их соединить, да, немножко между собой. Спонжики, да, менять, если что? Да, спонжики надо будет, наверное, ещё. И потом заходим на тёмную. Да, может, всё. Вот таким вот образом всё протамповываем. Выбираем спонжик. Это мусор, да? Ну, будет мусор. Да, 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 да. То есть сначала, смотрите, сначала такие вот пузыри, потом хватаем сухой спонжик, дополнительно проходимся, и они уходят, эти пузырики, уже более такой получается плавный переход. Вот таким образом. Вау. Перетекание такое. Да, да, да. Можно делать в том порядке, в котором вам нравится. То есть хотите посередине одно сделайте. Сейчас можно ещё добавить. Вот можно выхватить отсюда голубенького. Вот у меня уже всё запачкалось, поэтому мне голубенький придётся добавить ещё. Да, не, я всё в одну. Пусть оно перетекает всё в один, да. Вот таким образом. Ещё и лига. Можно вот здесь сделать ещё розовое пятночко. Так, поближе, поближе, поближе. Красиво, красиво, очень-очень красиво. Хочется посмотреть поближе, да, боже мой. Какая-то. Так. Вот так, фиолетовый. Это реально вселенная. Уходим в космос. Да. Так, и быстренько. Тык-тык-тык. А, классно. Слушай, мы художники. Конечно. Мы художники. Понимаешь? Я тебе хочу сказать, вообще, все художники, ты понимаешь? Все мастера декупажа, рукодельники, они все всегда говорят, я не художник, ребята, я вас умоляю, все художники, дайте себе свободу. Те, кто был на моём вебинаре, когда я рисовала эти, скажи мне, я тебе скажу, помнишь, я рисовала в разных стилях, куда можно применить имитацию какую-то. Я рисовала, и у меня там были такие эскизы, барочная дама у меня была там. А, у меня был Шерлок Холмс, похож на Пушкина. То есть я тот ещё художник. Но, тем не менее, творить может каждый, и это будет круто. Уже очень нравится. Вот она она. Уже. Посмотрите, это вселенная. Ё-о-о, классно. Именно такими, знаешь, какими-то всплесками она вообще. Сука. Так, ну вот давай теперь вот это можно посушить феном. Тут у нас никаких наплывов сильных нет, мы это посушим. Оно, так, всё, вот это нам больше не понадобится. Хорошо, сейчас тогда. Я буду периодически купаться, потому что, как вы понимаете, тут мне нужно это всё дело отмывать. Так. Ах, ах, какая прелесть. Я постаралась как можно меньше сделать предметов. То есть у меня идей на тему нам еще миллион. Я кое-как себя ограничиваю четырьмя предметами, чтобы до шести утра в пятницу не гулять по вселенным. Так, вот эту сушим и вот эту, да, сушим. Так, у нас небольшой минутный перерывчик. Мы сушим наши заготовочки. Смотрите, ребят, те заготовки, которые вот с набрызгом прям такими пятнами, да, мы будем сушить издалека. То есть чтобы не размывать. Угу, хорошо. Я просто думаю, может быть, её... Ну, давайте. Давайте мы будем доделывать вселенную с вами. Она, конечно, подсушит до конца вот эту первую нашу заготовку. Так. Ой, красивая какая вселенная. Мне нужен матовый лак, чтобы сделать... То есть на вселенной сейчас, как понятно, мы будем делать набрызг. Соответственно, перед набрызгом всегда желательно поверхность защитить лаком, потому что если вдруг что-то не понравится, бывает такое, что, допустим, потекла краска или что-то еще, чтобы можно было мокрой тряпочкой быстренько всё это дело стереть, после этого нужно обязательно вытереть насухо и только после этого брызгать заново, потому что если на влажную поверхность брызгать, то опять будет так себе результат. Поэтому давайте мы сейчас с вами... О, у меня тут небольшая авария. Сейчас протрем заднюю сторону. У нас матовый сайр лак. И мы тоненьким слоем... Желательно всё просушивать подольше. Конечно, вы должны понимать, что это в условиях вебинара, всё быстро происходит, да? То есть нужно просушить так, чтобы ничего не... Ну, не потянулось, не дай бог, там краска зачем-нибудь. Но мы будем надеяться, что у нас всё нормально в этом плане будет. Тоненький слой я наношу. Просто для того, чтобы в случае чего можно было стереть это дело. Так. Добрый вечер. Девочки присоединяются. Людмила, Татьяна. Привет. Привет, привет. Елена. Надевайте защитный костюм, фартук. Присаживайтесь. Да. Сегодня просто художественное безобразие. Да. Ну, какое ещё может быть безобразие, кроме как художественное? Безобразничать можно только в творчестве. Иначе это уголовно наказуемо. Да, ты знаешь, я ходила на такой мастер-класс, где рисовать надо рисовать. И они открывали вот этот потенциал, не бояться границы. И мы брали вот так вот, да, мы брали вот так вот краски прям руками и руками вот так рисовали, разводили. Я тогда помню, нет, боже, у меня что-то открылось. Да, я поняла, что это можно, что нет границ, что надо вот руками там добавлять это. То есть это было просто, ну, как бы потрясающе. Сейчас расскажу тебе. На самом деле страх рисования очень серьёзный страх. То есть, ну, люди боятся, у нас в голове сидит, я не художник, я не смогу, как бы, и мы сознательно себя ограничиваем. Я не художник, я не буду даже пробовать. Так, я в девятом классе, сейчас вам расскажу свою тайну, мы с подружкой нарисовали картину мне в комнату. Мне в девятом классе родители разрешили делать с комнатой всё, что я хочу. Ну, я позвала подружку, значит, и говорю, вот, хочу, говорю, что-нибудь вот эдакое. Ну, по мне видно, да, что я люблю что-нибудь эдакое. Вот. Мы с ней взяли, мы как раз сделали ремонт, и у нас остались обои, вот эти первые обои, широкие, которые были. У нас остались такие обои, значит, и мы размотали так, чтобы на всю стену нам хватало горизонтальную такую огромную метровую полосу, там метр на 4 метра он на комнату в длину. Мы её разложили на полу, залили красной краской, и мы начали оставлять на ней следы. Руками, сапогами, собаку мы уделали в краске, чтобы она пробежала. И это вообще просто бомбическая была картина, я вам хочу сказать. Это бомбическая была. Она висела у меня несколько лет в студии, все, кто... Ой, в студии. Я уже в студии живу, в комнате, и все, кто заходил, они все были в шоке просто. И вот у меня, наверное, тогда исчез страх рисования. Да, я подумала, что, что вообще, что хочу, то и делаю. У меня случился маленький уфу. Ну вот тут я влезла немножко. Ничего страшного. Ну всё, Люда. Ну я тоже подумала, наверное, вашу мальпушку, вообще ничего страшного. Напрыск и скорчим, всё. Её тоже надо локировать? Нет, эту пока нет. Нет. Сейчас ещё напрызгаем. Думаешь, ну да. Пять секундочек. Директор у нас сегодня на подхвате. То есть вот так. Директриса. Я уже снялась должность. Нет, неправда. Так. Давайте теперь мы вот сюда добавим ещё цветов. Чуть мало, да, два цвета всего? Да, конечно, мало. Всё время пытаюсь показать в экран вам. Мало два цвета, я ещё хочу. Так. Одеваем скафандр. Одеваем скафандр. Сейчас возьму две перчатки. Да, бери. Так. Ну что, продолжаем. Продолжаем, продолжаем куражить, куражиться и баловаться. Всё-ка. Так, всё помним, да? Чуть-чуть снимаем с пальчиков. Так, чуть-чуть. А, страшно? Ну что, поехали? А, очки, кто-то делает, кот-то, или какой-то... Продолжаем. Я не могу. На сердце этого не вижу. Да ладно тебе. А, красиво как вообще. Когда такими вещами занимаешься, начинаешь видеть красоту. Таких простых... Да. Посмотри, как красиво. Всего лишь куча. Вот это вот, вот это вот такая вот штука. Как она красивая вообще получилась. Сейчас не покажу вам поближе. Высохнет. А можно всё-таки зубочисткой чуть-чуть сделать, добавить? Мы потом добавим. Добавим, да? Да. Мы сейчас основные сделаем, а потом меленькие добавим, конечно, чтобы у нас... Вау. Ой, вот это вообще красиво. Ой, да, я этот цвет люблю. О! Упс! О! О! Уже красиво. Смотри, какие... Да. Какие красивые пятнышки. Помните это самое... О, смотрите. Обалдеть. С ума сойдёшь, называется. С ума сойдёшь. Убираем это опять. Потому что мы полежим... Да, капли-то, видите, крупные. Ну, на другое сейчас потечёт сюда. Потечёт, да? Капли-то крупные, видите? Опа. Так. Помните фильм «Один плюс один» или «Неприкасаемый», когда он пришёл про афроамериканца и инвалида, когда он устроился к нему на работу сиделкой? И они, ну, там, подружились. Классный. Вообще один из моих любимых фильмов. И вот там есть момент, когда этот миллионер, он инвалид, он богатый такой, всё там разбирается в искусстве. Ну, и негр этот с ним ходит везде. И, соответственно, они пришли в картинную галерею, и там такая картина висит на ней, такое красное пятно. 11 тысяч долларов, что ли, или сколько-то там она стоит. И афроамериканец говорит, у чувака кровь носом пошла, вы за это бабки платите. Так что да. Так, теперь нам здесь нужно, вселенная наша высохла. А, это какая хорошая. Да. Сейчас будем звёзды делать. Так, а где моя ещё одна? Вот она. Силиконовая формочка. Берём белую краску и также разводим её водичкой. Так же, как мы делали с жёлтой, красным и зелёным. Так, оп, достаточно. Ой, хорошо, прям. А-а-а! Прямо красота. Творческий порыв. Что там пишут люди? Ирина говорит, у меня у гостя когда-нибудь была внучка, которой один год и четыре месяца. Так вот, мы с ней рисовали. Вот мне сейчас эта досочка напомнила наше творчество. Вот. Как вы себя чувствовали хорошо, когда рисовали или нет? Лена, надо отпускать всё и чувствовать себя при этом. Там Ирина говорит, лебеди жгут то миллион, то шоколадка, то вселенная. Мы в понедельник миллион заработали, шоколаду полякали и пошли во вселенную. Полёты в космос у нас. Так, вот, разведи. Ну и здесь будем пользоваться стандартным методом. Забудная щётка. Надеваем защитный экран. Защитный экран. Так. Зубной щёткой можно брызгать зубочисткой, палочкой, шпажкой. Я везде лезу пальцем. Ну, а что я сделаю? Так, мы её хорошенечко намочили. Так, потрясли, чтобы ничего не текло с неё. И поехали. О, ес, 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 ес. Вот он, вот он этот шедевральный космический полёт. Вау, космос. Одно движение руку, одно движение пальцем, секундное. Раз, всё. И цветная разбазня превращается в космос. Вот это вообще просто суперски модная штука у молодых людей. Если вы делаете подарки для молодёжи, вы можете так сделать что угодно. Браслет, я не знаю, какой-то, как его звать, на шкатулке сверху, да, на вот этой подставке для планшета. То есть вот это у них прям счастье, этот тренд. Да, тренд. Поэтому так счастье. Да, ты знаешь, я вот сейчас рассказала, держись. Я ходила к знакомым, у них, значит, висит гостиная, гостиная. Ну, это посушим просто естественным путём. А, естественным. Да, пусть полежит, а потом, если не досохнет, то всё вместе посушим феном. Вот, и у них в частном доме огромная, огромная гостиная, где они встречают гостей. И, значит, на гостиную вот длина где-то, ну, метров 10, вот, висит вот эта картина космическая, как ты сейчас показала. А я захожу, а там, знаешь, кислотные цвета, ярко-зелёный, розовый. Я такая смотрю, господи, что это? Они говорят, да ты что, это космос. И он ещё ночью светится, то есть это косморная краска. А можно, кстати, есть же краски светящиеся, люминесцентные, ими можно набрызгать, и будет запросто ночью будет светиться. Ты вот очень здорово у меня забрала вон там шкатулочку, она мне нужна. Да, она нужна, хорошо, давай мы её сейчас уберём. Пока подставки сохнут, мы займёмся следующей заготовкой. Прекрасной. Прекрасной. Лежала у меня без дела вот такая заготовочка, вот такого пенала. Ну и, значит, что-то вот придумалось мне. Придумалась мне вот такая картина. Вот. Вот так будет это выглядеть в конечном варианте. Но как-то, согласитесь, скучненько. И поэтому я предлагаю сделать следующее. Я предлагаю на чёрных областях побрызгать белым, а на белой области побрызгать чёрным. И вот тогда, мне кажется, это из хорошей идеи превратится в крутую дизайнерскую вещь. Для того, чтобы нам побрызгать это дело, мы убираем саму шкатулку. Так, сейчас я её вот сюда пристрою. Так, сначала давайте... Так, я не знаю, справлюсь я без Наташи, она ушла мыть, менять воду. Ну, давайте попробуем. Смотрите, я... Вот это у меня вообще вживлённая распечатка. То есть я распечатала белый квадрат с очками и вживила его. Да, можно это было нанести через трафарет самодельный. Совершенно спокойно можно было вырезать, ну, как нарисовать даже самостоятельно, да. То есть это складывается... Сначала вы берёте листочек обычный, складываете его вдвое, рисуете одну половинку, разворачиваете, вырезаете, разворачиваете, у вас получаются очки. Затем вы это переводите на более плотное изображение и вырезаете, ну, обычным канцелярским ножом вот у вас трафарет. То есть вы можете его положить, хорошенько закрепить и обычной краской покрасить. Вот. Я сделала распечатку, потому что я люблю всё вживлять. Мне это проще всего. Теперь сначала мы будем делать белый набрызг на тёмном фоне. Так, сейчас я покажу. Вот так мне нужно делать. Я кладу вот этот трафаретик, прижимаю его. Так, сейчас подождите, нам нужно позвать Наташу, чтобы я не уделала тут всё. А, давайте начнём с усов. Давайте вот это я уберу. Мы будем брызгать усы аккуратно и не будет так разлетаться. Усы достались мне где-то, я заказывала какие-то заготовки, и мне пришли вот такие вот усики. Я их покрасила в чёрный цвет, покрыла лаком. Теперь я набираю. Я пока тебя ждала, думаю, это. Начну с усов, потому что я вроде как не должна всё испачкать. Наташа пришла, а я теперь в безопасности. Да, и я теперь... Весь дом теперь в безопасности. Так, кладём усики. И точно так же, как мы сейчас брызгали вселенную, белой красочкой, аккуратненько. Все... нет, наверное, как я говорю, все знают. Никто не знает. Чем ближе вы держите кисточку, щётку, тем крупнее получаются капли. Вот такие у меня получились усы. Чем дальше вы держите щётку, тем капельки получаются мельче, их получается больше. То есть краска пока летит до заготовки, она разбивается ещё на капельку. Так, и теперь кладём в заготовку, прижимаю трафарет. Буду сейчас пробовать одной рукой брызгать. Вот в чём удобство пальца, видишь? Можно одной рукой брызгать. Ой, большое получилось пятно. Вот смотрите, это то, для чего мы покрывали лаком. Вот такое получилось пятно, оно мне здесь не нужно. Поэтому я просто так всё вытру. Вот, вот что даёт залакированная поверхность. Везопасность. Теперь сухой тряпочкой прям насухо вытираю. А я тебе хочу сказать, видишь, как происходит? 6-6-6 в количестве посетителей. Ой-ой-ой. Три шестёрки. Всё, полетели в космос. Думаешь, когда у людей три шестёрки, они летят в космос? Ну, хорошо. У меня в смысле мастера Маргариты несколько другие ассоциации с тремя шестёрками. Так, вот, хорошо. Главное – вытереть насухо, иначе пятнышки попадут и расплывутся, будут некрасивые. Так, ну давайте, попытка номер два. Конечно, я бы в домашних условиях, в условиях я бы, скорее всего, встала, и всё это тут у меня было бы гораздо эмоциональней. Но так как всё-таки… Меня тут держивают, да. Стараюсь, да, меня сдерживают прозрачным полиэтиленом. Так, ну давайте. Отлично. Убираем трафарет. Вот она у нас. Вселенная. Вот она у нас. И вместе это уже будет выглядеть вот так. И кажется, что было лучше. Но это только до того момента, пока мы не добавили чёрный наброск на белый фон. Оставляем сушить. Так, есть что-то высушенное у нас? Да, сейчас пойду гляну. Давай, по-моему, у нас уже готова Вселенная. Сейчас. Сейчас. Трафарет вот этот нам больше не понадобится. Так как я выдумала взять много предметов, теперь девчонки вынуждены бегать, а там всё не сушить, чтобы мы с вами побольше всего успели. Вот наша Вселенная. Мы её покроем матовым лаком для того, чтобы всё-таки поверхность была защищена от внешних воздействий. Вот. И она готова. У меня есть вторая половинка. И вот что я вам хочу сказать. Вот таким вот образом мы можем сделать подарок за полчаса. Ну, за час, с учётом прокрашивания сушный фон. Вот такие два получаются у нас панно. Обалденно. Которые... Давай поставь их. Сейчас я хочу вот эту, которую мы сделали, чтобы её было видно. Супер. Вот такая получается у нас подставка. И причём она такая, знаешь... Она стильная? Именно молодёжная. 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 То есть, вот, пожалуйста. Просмотр. Просмотр. Очень. Под телефон мне подходит. Лен, ну что? Это, видимо, как бы подставка. Да ну нахрен! Нет, это моя теперь. Подождите. Ребята, это не честно. Они опять отбирают все наши творения с вами. Стоп, стоп. Хватит. Всё, теперь моя. Все наши творения отбирают в Серебряный Лебедь. Мне нечего. Скоро будет поставить. Вот на эту полочку я вам хочу сказать. Так, ну вот. Всё, закончили, значит, мы с Вселенной. Ага. Супер. Вселенная супер. Со Вселенной. Что тут у нас? Прям высохло-высохло? Ну нет. Прям высохло-высохло. Сейчас покроем мелкими брызгами и уберём сушить это дело всё. Так, сейчас отмывает Наташа зубную щётку, а я развожу чёрную краску. Ага, давай. А вот тут чёрную, смотри, нет? Нет, тут сейчас всё сольётся, воду грязьку. Разведу новую. Чёшь гулять-то гулять. Висим, висим, зависаем. Так. Сейчас мы... Сейчас мы уточним. Сейчас мы уточним. Алёна, мы висим или нет? Есть. Был такой моментик. У меня тоже подвисло. Я обновлю. Всё в порядке. Да, так что я пишу. Друзья, обновите с клавишей F5. Всё наладится. Спасибо. Спасибо, Алёна. Крутая у вас футболка не выкидывает. Да, конечно, не буду. Гульна, зачем мне? Я вообще вещи редко выкидываю. Так. Так. Точно так же водичкой разбавляем чёрную краску. Да, чёрная будет сейчас. Грязьечка какая-то у меня попала. Щетинистой кисточкой. Сейчас я объясню с дизайнерской точки зрения, почему мы добавляем чёрный и почему мы добавляем вообще мелкие брызги. Это была невесомость. Точно! Понравилось вам? Понравилось? Вот смотрите, вот наша готовая работа, да? Ну, допустим. Допустим, это наша готовая работа. Пятна крупные, всё разноцветное, всё хорошо. Слишком много белого фона. Да. То есть белый фон прям, он доминирует очень сильно. Хочется ещё чего-то добавить, но при этом добавлять такие большие пятна больше не хочется, будет грязь. Добавлять ещё какой-то цвет, то есть, ну, смысла тоже особого нет. Мы добавили четыре основных цвета, да? Добавлять сюда ещё фиолетовый, он будет выбиваться. Соответственно, придётся добавлять оранжевый, придётся добавлять бордовый. То есть, да, и опять же будет грязь. Мы можем добавить нейтральный цвет, чёрный. То есть, это очень удобная комбинация с яркими цветами, когда вы берёте чёрный, белый и яркий. Любой. Либо чёрный, белый и три ярких, четыре ярких. Без разницы. То есть, вот эти все цвета, они такие прям основные. Но здесь только зелёный получен путём смешивания двух цветов, да? Но мы уже привыкли видеть его среди основных. То есть, вот если не нанести зелёный, то захочется его. Поэтому сейчас мы добавим чёрный и потом цветные мелкие капельки мы тоже добавим, потому что отдельно чёрные мелкие пятна тоже будут смотреться, как бы это будет не единая работа. Цветные мы тоже добавим меленькие, тогда у нас всё это дело соединится в одну красивую работу. Но это будет ещё не конец. Это ещё не всё. Вы не думайте, что мы сейчас просто вот так вот набрызгаем и всё. Так, сейчас мы попробуем вот так чуть-чуть камеру поставить. Давай вот так камеру, защитный экран. Защитный экран сейчас поднимаем. Опять отъезжаем. Задумка была, вот я когда придумала сделать вебинар с набрызгом, я думаю, блин, как круто. Потом я думаю, боже, бедная студия. Так, чёрного хватит. То есть он меленько, меленько. Просто он разбавил белый фон. Белый фон больше не однородный. Сейчас помоем щёточку, да, и добавим ещё какого-нибудь цвета. Давайте нам из ведро сюда. Да, ведро. Красное ведро. Палец заодно покупаем. Сегодня у меня прям чистейший банный день. Завтра у нас корпоратив. Банный день. Мы всю неделю выступаем, да, завтра у нас корпоратив в бане. И вот как раз-таки мне это будет самый полезный контакт. После моего вебинара, который сплошные набрызги и сплошные брызги. Да. Так. Берём все те же самые цвета, с которыми мы уже работали. Жёлтый, зелёный, синий, красный. Мелкие брызги не должны сильно размазываться между собой, поэтому я думаю, что мы сразу все нанесём. Брызгать можно либо в одном направлении всё, создавая динамику, движение в этом направлении, либо брызгать с разных сторон. У меня сегодня в одном направлении, у меня нет выбора. Они меня ограничивают. Сдерживаем, сдерживаем. Сдерживают мою эмоциональную натуру. Опуская экран, давай ведро. Разбор полётов? Нет, мы идём не разбирать полёты, мы идём отдыхать. На самом деле, это у нас награда за... Хорошую... За хорошую трудовую детей. Так. Так. Возьмём красненького. Я сейчас покажу. Да. Вот здесь у меня такая лысенькая область поверху, поэтому я заготовку переверну, чтобы мне отсюда тоже дать. Это нужно смотреть. Это всё те эффекты, которых вы можете добиваться, которые вы хотите добиться, да? То есть, чтобы это было в одном направлении, чтобы это была одна область, это может быть один цвет, чтобы это было хаотично, да? То есть, какая-то задумка. Так как у меня сейчас это всё хаотично достаточно, то вот это голое место, оно мешает восприятию, за него цепляется взгляд. Да. Поэтому я его сейчас вот так прикрою культурненько красными каплями. Убирай экран. Ну, ты права, я сейчас смотрю, что мелкие капли, они дали некоторый фон, получается. Да, сейчас всё это... Ну, мы это делаем, подсушим и покажем. Хорошо это будет просто... Куда? Не, я же ещё буду. А, ты ещё? Да, ещё синий и зелёный у нас. То есть, они... Это всё сращивает работу воедино. Вот этого этапа очень часто люди не доходят до того, вот как, не делают напрыск, например, на кандре, да? Да. А он там практически всегда практически необходим. Или битум, да, там на состаренной работе. То есть, это тот конечный... Конечное движение, которое вот заканчивает полностью работу, делает её произведением, так скажем. Так, голубой. Мельче, 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 мельче. Не, у меня вот сюда вот хотелось добавить. Так, ну и зелёненький остался. Отлично. Зелёненький остался. Моем кисточку. Моем кисточку. У меня баня началась уже сегодня. Баня. Ну да. Так, что, зелёный? Есть по суше тряпочка. Старайтесь щётку после того, как вы её помыли, всё-таки получше вытирать, чтобы краска не размывалась ещё сильнее, да, чтобы она не становилась как раз-таки вот блёклой и полупрозрачной. Так, ну вот. Зелёненького ещё. И всё. Ещё надо мельче. Побольше мелкого наброска. Я просто смотрю на вторую половинку, там больше мелкого. Прям такой вот. Да, там такой средний он. Давай-давай. Ещё вот зелёненьким сейчас подобьём нам нашу. А, я знаю, что можно сделать. Ну ладно. Вот так, да. Вот прям просится он чуть-чуть его. Вот такой просится, да? Так, давай сейчас. Один ещё. Так, давай, по-моему, и ещё добавим жёлтого, вот таких капелек покрупнее, то есть поближе. И будет достаточно. Руки мои жалко? Да ладно, Галина. У меня с руками договорённость. Я их использую по-всякому, а потом делаю им спа-процедуры. Приеду домой. Потом люблю их, да? В воскресенье, да. Приеду домой и пойду купаться. Скрабик, маска для ручек. У нас вот такая с ними договорённость. Ну а что делать? Я просто не могу. Я палочкой начала бы, но я бы всё равно залезла пальцами. Поэтому смысл стесняться. Творить так творить, да? Да, ещё можно вот так делать. Но это удобнее делать кисточкой. Но это очень опасно, поэтому я не рискую сейчас так. Ну, достаточно. Отлично. То, что другая половинка у меня может быть немножко другая, это обусловлено тем, что они создавались в разное время, в разном месте. Разными руками, в перчатках или без. Они всё из перчаток делались, но... Ну, забываешь. Когда обе половинки перед глазами, конечно, они будут одинаковые. Просто потому, что я бы их и брызгала вместе. Ну да. Вот сколько разноцветных салфеточек у меня. Ждём с нетерпением обещанные уроки по фотошопу Лариса пишет. Лена, ты как, готовишь фотошоп, скажи мне? Конечно, готовлю. Готовлю. У меня ещё помимо фотошопа много обещанных уроков, поэтому поступать будет информация дозирована. Не обвалом, да? Да. Да. Не у всех есть время даже прям вот так вот много взять и выучить за раз. Вы те знания, которые получили в уроке по фотошопу, вы их отрабатываете. Отрабатываете, внедряете так, чтобы оно было уже на таком прям, на автомате, можно сказать. Ой, руки грязные. Так, ну ладно. Буду уже с грязными руками. Что теперь делать? Друзья, ну давайте пока всё у нас сохнет. У нас ещё впереди есть работа с ещё одной заготовкой. Давайте мы с вами поговорим о том новеньком интересном материале, обучающем, который мы стараемся всегда подготовить к вебинару, да, то есть мы стараемся к вебинару каждому подготовить новый интересный обучающий материал. А мы как сделаем сейчас? Мы включим сразу ролик? Давай покажем сначала наше панно, базу, да? Давай. На фоне базы мы покажем, что мы сделали. Значит, друзья, смотрите, многие из вас уже видели, знакомы уже с курсом по барельефу, с обучающей программой по барельефу. В которой мы делаем вот такое панно. Это базовая наша программа. И сегодня мы представляем новую программу по барельефу на стене. То есть очень многие люди, которые приобрели вот этот мастер-класс, решили сделать барельеф на стене или на барной стойке, да, сделать его в масштабе. И у них возникли вопросы логичные. То есть это как подготовить различные типы стен, да, нужно ли, допустим, снимать обои там, или как закрепить на эту стену, на эту стену. Как работать с вертикальными поверхностями, как работать с большими объемами, да. То есть здесь у нас достаточно небольшое по площади панно. И поэтому, вот получив эти вопросы, мы создали, ну, не дополнительный, нет, новый мастер-класс создали, который акцентирован именно на работу на стене. Так как стену я к себе сюда привезти не смогла, я честно старалась. Это стена в твоем доме, да? Это стена в моем доме, да. Даже газель забронировала. Да, но она почему-то не снялась. Она оказалась несущей, поэтому, в общем-то, нам не разрешили просто. Да, поэтому мы сняли небольшой ролик, где показана работа с разных сторон. И давайте, пока я буду рассказывать, мы вам его включим. Сейчас мы его включим. Сейчас будет ролик. Проверим, чтобы всем было видно, да, и потом развернем его на весь экран. В это время, ну, потому что так будет просто лучше вам видно, в это время мы, конечно, не будем видеть чат, но потом мы вернемся и будем смотреть, что у нас. Ты пока рассказывай, рассказывай. Я сейчас попробую, что-то у нас не хочет видеть нашу. Ну, как же так, мне же надо показать-то, показать. Подожди, а ты запустила как, на компьютере или через интернет? Нет, на компьютере. Давай попробуй через интернет, может, вы взяли. Нет, не загрузили. Сейчас попробуем еще раз его включить. Давай, я буду групповать. Ты пока рассказывай, а мы сейчас попробуем. Ну, давай, чтобы мне показать, пока рассказывай. Давай, Леночка, знаешь, как мы построим, наверное, потому что, ну, чтобы было понятно, что это за техника, и, в общем-то, я так предполагаю, что будет интереснее. Интересен тот факт, что мы размасштабировали, да, именно систему нанесения на вертикальную поверхность. Все, пошел. Мы плюсики спрашиваем или мы уверены, что все идет? Ребята, вы сейчас видите картинку на стене цветы. А как ты увидишь? Видите? Нет, ты сейчас не видишь? Да, ты включи, чтобы сейчас было видно. Я вам отвлечу, я сейчас все хорошо, все пошло. Пошло, да, Алена? Спасибо, Алена, большое. Спасибо, хорошо. Ага, все. Давайте, да, размасштабировали это мы все дело на стене. Почему? Потому что пошел запрос. Потому что те люди, у которых есть базовый курс, захотели узнать больше. Им нужно больше знаний. Борельеф – это очень серьезная, широкая тема. И, ну, вот это, как попробую аналогию провести, но, допустим, вот смотрите, допустим, вы попробовали, захотели выучить историю России, да, купили один учебник, прочитали его там, 300 страниц. В этом учебнике каждому нашему правителю посвящено три страницы. Можете ли вы после этого с уверенностью сказать, что вы знаете историю России? Конечно же, нет. Нет, вы ее знаете, общие ее этапы. Теперь, когда вы решили узнать побольше о Петре Первом, например, вы читаете книгу, посвященную, в котором 500 страниц посвящено Петру Первому и всем его делам. То же самое и здесь. Борельеф – это очень обширная тема, которую нужно рассматривать с разных сторон для разных целей. Борельеф на стене – это очень серьезное мероприятие в том плане, что люди даже не догадываются о том, что они могут это сделать самостоятельно. Я не догадывалась, да. Пока Лена не показала, я... Это как бы... Это же какого-то художника надо приглашать. Это точно должно быть художественное образование. Да, да. Но при большом желании, при хорошем материале вы вполне можете сделать это сами. Ведь вы же все занимаетесь творчеством. То есть вы уже люди, освобожденные, да, от каких-то оков, так скажем. Поэтому это может сделать каждый человек вполне... вполне просто, посмотрев обучающую программу. То есть там мы показываем все максимально подробно с разных сторон так, чтобы это было доступно всем. Леночка, время. Время изготовления очень важное. Очень. Мне кажется, что это месяц. Да, да, да. Ну, значит, смотрите, я... В любой теме нет предела. Девчонки, нам плюсики поставили. Хорошо. Отлично. Отлично. Все хорошо. По времени. Ну, так как у нас большая очень загруженность, да, и идут съемки постоянно, то я это сделала. Вот это 50 на 70 изображение, я это сделала за двое суток. То есть со съемками, да, с утра до поздней ночи, с утра до поздней ночи. Да, вот двое суток у меня на это ушло. Если делать... Ну, не прям суток, но ты же спала. Да, четыре часа. Четыре часа спала. Ну, это вот авральный режим, да, и это то, что я не хожу на работу. Но это можно делать дольше. Допустим, если это гораздо больше масштаб, полтора на два метра, да, то это можно делать квадратом. То есть это можно делать, ну, если взять сложное изображение, да, хоть месяц это можно делать. Но реально сделать, ну, если не брать вот с утра до ночи, то, ну, за неделю реально по вечерам сделать и получить такую работу. Вот это ты обрамила специально, да, багетом? Да, я купила интерьерный багет, который вот его не надо красить, он уже такой есть. Что-то я не вижу, как, типа, стену снимают. Стену, очень интересно было бы посмотреть. Стену я не снимаю. Дело в том, что у меня нет ремонта. Этим отсутствием ремонта, этому отсутствию ремонта мы обязаны появлению этого мастер-класса. Потому что если бы у меня был ремонт, мне бы в голову не пришло, как бы сейчас... На стене, да? Хотя технически это возможно, да. То есть я рассказываю, как подготовить различные поверхности, да, как гипсокартоновую, допустим, стену подготовить, как подготовить стену, которая уже окрашена или оклеена обоями. Но я бы, наверное, не решилась, если бы у меня, тем более, что дом у меня новый, у меня бы, наверное, было... был бы свежий ремонт, скорее всего, поэтому я бы не решилась. А так, у меня сейчас посредине зала картина 50%. Борой лигию. И больше ничего. Борой лигию. Борой лигию. И гипсокартоновый потолок. Лен, про стоимость материалов. Пожалуйста. Материалы. Материалы. Во-первых, я вообще всегда стараюсь подать материалы бюджетные, да, потому что, ну, я не очень люблю там, что то, что надо где-то заказывать, там все-таки какие-то сложные манипуляции совершать. В принципе, стараюсь такие материалы подбирать. Ну и момент того, что эта техника интерьерная, естественно, она делается строительными материалами, да, строительными сухими смесями, грунтовками там, то есть это все вполне доступно. Ну, что это такое, что бы сделать? Ну, я тебе вот не скажу, как. Современно. Ну, грунтовый, да? 10 тысяч. Нет, 500 рублей. 500 рублей. Ну, да. Ну, без багета. С багетом, конечно, да. За полторы. За полторы. Ничего себе. Ну, хорошо. А мы знаем, что, когда, помнишь, мы приходили в дом, нам показали картину, ну, вот на подобие такого, и мы говорим, сколько стоит эта картина? Тоже она в длину меньше метра, высоту тоже где-то сантиметров 50, вот так вот. Нам сказал 100 тысяч. Нам обошлось на 5-й рисовать. Ну, потому что это работа художника, конечно. А как? Вы когда сделаете, я вот, знаете, сейчас я смотрю на нее, она у меня вот так вот висит просто посредине дома. Я смотрю на нее, и я уже строю интерьер с того понятия, чтобы мне ее не убирать, потому что я же ее люблю. Ну, я же еще ее делала, она такая приятная на ощупь, я так прикладываюсь. А представьте, вот такую штуку сделать по парку-то на кухне. Да, это возможно. Это возможно, да. Конечно же, зона такая, где много сильное воздействие, да, идет вода, там жировые пятна. Ну, побольше лака, да, то есть лак посерьезнее надо взять. То есть лак не отваливает? Полиуретановый? Нет, конечно, нет. Как же, что-то потом... И мыть потом можно. И мыть. Не, мало ли, значит, на мелу лак не прилипает. Ну, тут, то есть я... А, нет, мы прорабатываем все нормально, лак прилипает, то есть берем лак попрочнее, полиуретановый какой-то, например, и это будет та поверхность, которую можно мыть. И эту поверхность можно протирать от пыли, она же спокойно, влажной тряпочкой берешь, протираешь, и все нормально будет с ней. Какие еще можно пройти? Ну, это интерьер, да, то есть конкретно этот мастер-класс у нас посвящен интерьеру. В интерьере это может быть. Часто делают в таких зонах, где ничего нельзя поставить. Да, вот у меня в коридоре есть, например, с одной стороны прихожая будет стоять, а с другой стороны там маленькое расстояние, будет голая стена. Вот там обязательно появится барельеф с подсветкой, он будет вот таким ярким акцентом. А скажи, вот уровень подготовки имеет значение? То есть я, например, не знаю, что такое барельеф. Нет, ну знаешь, тут такой момент, хорошо... А если не попала в первый мастер-класс? Да, вот я же про это и говорю, что очень хорошо, если видели первый мастер-класс, тогда этот мастер-класс дает еще больше расширения, больше возможностей, да. А если не видели его, то этот мастер-класс снят таким образом, что он полностью от начала до конца показывает работу, то есть полностью работу на стене, после этого мастер-класса может выполнить человек без какой-либо подготовки. То есть с желанием. С желанием и трудолюбием. Вот так вот скажем. То есть первый мастер-класс у нас идет именно по барельефу, который небольшой. Возьми, пожалуйста. Да, первый мастер-класс мы вообще начали с того, что барельеф – это техника вообще интерьерная, да. Изначально она была в интерьерах, это же известно еще с каких времен, и римляне, и греки там, и все это. Мы были с мужем в Камбодже, там храм, который был затерян тысячи лет, и там есть барельеф. Поэтому это очень древняя техника. И мы захотели ее перенести на декупажные какие-то моменты, да, то есть на небольшие работы, на панно, вот такое панно, вот такое у нас панно сделано в этой же технике. Пожалуйста. Да, и мы потом еще сняли дополнение по цветному окрашиванию, пришел запрос к нам, и сделали еще мельче работу, то есть вот такую купюрницу. То есть это можно на небольших работах, получается, выполнять, да? Да, ее вот хорошо, ну, на видео оператор постарался передать объем, да, изображение, но вот здесь у нас очень хорошо видно на тыков какую-то. Давай покажем. Вот, видите, какой объем? То есть у нас тыква поднимается над основанием где-то на сантиметр. То есть это очень хороший объем. И вот в этом мастер-классе мы показываем именно применение вот этой техники в декупаже. Как подготовить поверхность, да, как обеспечить надежную сцепку, как рисовать. То есть мы на мастер-классе делаем вот это панно, домик в горах, как сформировать различные поверхности, да. Вот видно же, что елка нарисована не так, как гора. Для этого применяются разные техники. Уже картины присылают нам, которые девчонки делают в закрытом клубе. Обалденные. Вы такие молодцы девочки просто. Начинают, девчонки смотрят, начинают, делают сначала такой небольшой объемчик, потому что мы все знаем, да, там про шпатлевку по дереву, что она трескается, там туда-сюда, как бы. Начинают по инерции с небольших объемов, потом я говорю, девочки, больше объем, больше объем. И Марина последний раз мне прислала сову. Я не знаю, на сантиметра полтора, наверное, точно над этим поднимается. То есть, когда человек разрешает себе использовать объем, материалы позволяют это делать совершенно спокойно. Поэтому в мастер-классе еще рассмотрено у нас вот это окрашивание, такое под камень, да. И когда мы снимали дополнение, то есть я представляла мастер-класс и показала вот это панно, и все меня стали просить снять дополнение по такому вот интересному цветному окрашиванию. Поэтому мы сняли... О, Елена, Скугарь пишет. Да, делала по МК, кайф, понятно. Очень интересно. Спасибо, Елена. А, вы мне обещали прислать работу или уже присылали? Так, сняли дополнение по цветному окрашиванию вот на этой купюрнице. То есть 40 минут длится только обсуждение вот этого показывания, как бы вот этого цветного окрашивания. Сам мастер-класс у нас помимо этого видео там два с лишним часа. То есть мы все показываем максимально подробно, задействуем макросъемку. Как обычно, я стараюсь обойтись без каких-либо специальных инструментов, да. Если какие-то инструменты я советую приобрести для дальнейшей работы, то я обязательно даю ссылку, где это можно сделать. И инструменты эти ни в коем случае не заоблачные какие-то по цене. То есть это бонус такой, что облегчит вам работу в дальнейшем. То есть вот те, кто смотрели этот мастер-класс, они втянулись. Марина говорит, не один и пять, а два с половиной. Мариночка, вот Марина у меня ученица просто. А фамилия созвучная. Ликингинга, боже мой. Два с половиной, ну вообще круто. Очень тяжело на фотографии увидеть истинный объем. Значит, по инструментам сказала, да, что можно сделать вообще без инструментов, ну, из того, что есть под рукой. Но вот так вот девчонки втягиваются, да, девчонки, мальчишки, и хотят уже развиваться в этой области. И тогда, конечно, я говорю о том, какие инструменты облегчат работу, которые можно приобрести. Вот, то есть такой вот у нас вот этот мастер-класс и барельеф на стене. Сегодня, насколько я знаю, у нас идет хорошее предложение в комплекте. Да, если еще не смотрели первый мастер-класс, то хорошее предложение есть по комплекту. И на новый мастер-класс, который барельеф на стене, сегодня у нас очень приятная цена, очень хорошее предложение. Поэтому все, кто хотят в барельефе себя попробовать, баннер над чатом, нажимаем, и, ну, там все понятно, там нужно заполнить форму, и администраторы там помогут дальше разобраться. Ну, а мы продолжаем с вами брызгаться. Ах, где этот шедевральный квадрат Малевича? Покажите нам его. Маля, мой хороший. Хороший. Так, мальчишки, девчонки, если остались по барельефам какие-то вопросы, пока мы будем работать, вы можете задавать, мы посмотрим. И вообще, ребят, по вопросам относительно вебинара, какая ситуация. Так, давайте я буду покрывать лаком. Давай, давай. Это расскажу. Блокируешь, как раз расскажешь следующее. По вопросам, которые после вебинара всегда возникают у людей, которые смотрят сейчас, которые пересматривают, которые смотрят в записи, когда уже нет возможности задать, вопрос в прямом эфире. У нас нововведение такое. У нас в открытой группе «Серебряный лебедь» появится баннер, картинка, на которой будет написано 5 минут. То есть это 5-минутка такая. Под этой картинкой вы можете заходить и оставлять свои вопросы касательно вебинара, если что-то было непонятно. Кто-то забывает, какой там использовалась морилка, да, или какой лак, или что-то еще. То есть вы оставляете эти вопросы под этой картинкой в нашей открытой группе. Мастер, который ведет вебинар, на следующий день записывает видео с ответами на эти вопросы. Такая схема работы у нас практикуется в закрытом клубе. Мы отвечаем на... Ну, мы разбираем работы в формате видеоконсультации. То есть мастер садится и включает запись с экрана и высказывает свои какие-то замечания, советы относительно работы. Также касательно именно вебинара будет сделано в открытой группе. То есть вы задаете вопросы, завтра я захожу и пишу консультацию, отвечаю на вопросы, которые у вас остались по вебинару. Вот таким образом теперь у нас есть такое нововведение, так скажем. По закрытому клубу у нас, как обычно, информация при покупке любого из наших мастер-классов. Вы пишете мастеру в личку номер покупки и говорите, хочу закрытый клуб. Закрытый клуб у нас идет месяц в подарок при приобретении любого из наших мастер-классов. О, Анета нам пишет стихи! Ура! Давай, зачитай. Кто это сделал, признавайся, наставил на работы брызги пятна, теперь уже сколько ни старайся, она не будет выглядеть опрятно, но если обратимся мы к Лене, она научит, безусловно, нас, как пятнами и брызгами, без лени нам выполнить работу в высшую классу. Ну, у меня большой стишек достался. Спасибо, Анета. Спасибо. Анета, смотрите, не надо сильно большое, а то потом мы начнем говорить, а что нам четыре строчки написали? Вот Лена, Якимовая написали, аж вот за... Представляете, я с ними работаю уже несколько месяцев, они не помнят до сих пор мою фамилию. Я вообще балдею. Анета, я, как униженный и оскорбленный, вообще заслуживаю таких больших стихотворений, потому что они не помнят мою фамилию. Там был вопрос, я успела, по-моему, прочитать по поводу того, чем барельеф отличается от фрески. Ага. Попотай, пожалуйста. Купила разделочные досточки, пытаюсь из них сделать подставку. О-о-о-ох уж это, и побрызгаюсь точно. Так, а фотошоп не будет предлагаться? Так, сейчас ответим. А в чем разница фрески и барельефа, Татьяна спрашивает? А, ну, там сильно ответила уже. А фреска – роспись по штукатурке, а барельеф – выпуклый рельеф. Барельеф может быть очень объемным, очень объемным, а фреска, да, это роспись, то есть такая на фактурной поверхности. Относительно фотошопа. Сегодня фотошоп у нас в подарок не идет. Сегодня у нас идет в подарок. Как вы помните, я задавала вопрос относительно Алиэкспресс. Нужен ли вам обучающий материал по этому сайту, как там зарегистрироваться и как заказывать. Очень много было запросов, и поэтому сегодня в подарок к мастер-классам идет ролик по работе с Алиэкспресс. Очень полезный. И к этому ролику прилагается, там я сделала документ, в который накидала ссылок, полезных вещей, которые можно сразу положить. Да, конкретно по декупажу. То есть уже свой опыт, где что найти. Особенно по барельефу. Лена мне показала свои инструментики, которые она заказала, и сказала цену. Я говорю, ну это вообще смешно. Да. Там есть у меня мастихины недорогие, там кисточки. Ну, в общем, там есть что взять, так скажем. Так, залакировали. Чуть-чуть, чуть-чуть лечку посушим, чтобы дальше там работать. Дарья говорит, пришла мы с головы, попробовать сделать наброс кисточкой от туши для ресниц. Никто не пробовал. Ну, почему не пробовал? Хорошо, да. Хорошо, Дарья. Это кисточка для от туши, она... Подай мне, пожалуйста, эту штуку. Ага. Она примерно такая же по ворсу, как зубная щетка, поэтому нормально будет. Единственная может быть... Ну, какая-то особенность, то есть вам нужно попробовать и посмотреть, будут большие капельки или маленькие. От каждого инструмента пробуешь и знаешь, что ожидать. У меня вот есть, допустим, сейчас я вам покажу, то, что мне сегодня здесь нельзя применять, потому что опасность есть большая забрызгать. У меня есть вот такая кисточка, она из какой-то грубой такой синтетики, как зубная щетка, только чуть потоньше, да, вот она такая вот прям, ну, интересная минуфактура. И вот я ей как раз-таки набираю краску и делаю прям вот такие движения, и у меня получаются такие вот полосы. То есть, ну, здесь я сегодня не могу этого делать, но вообще очень хорошо как бы это работает. То есть разные инструменты пробуйте, пробуйте по-разному брызгать, далеко, близко, понимаете, как, что работает, и складывайте их куда-то в одно место, чтобы вы знали, какие брызги, каким инструментом вам можно сделать. Так, теперь, как я и говорила вам, да, то есть вот это хорошо, но я хочу добавить черные брызги на белый фон, чтобы соединить изображение, чтобы сделать его, опять же, дизайнерским. Черное на белом, белое на черном, правильно? Для того, чтобы это сделать, усики у нас готовые, мы их убираем. Это нам не понадобится. Когда я вырезала этот трафарет, у меня остались еще вот такие очки. Вот очки-то нам как раз-таки и понадобятся. Мы их положим вот так вот, чтобы закрыть. Но даже если этого нет, можно покрыть лаком вот этот наш белый набрызг, потом побрызгать черным, намотать на палец салфеточку влажную и аккуратненько стереть черный набрызг вот отсюда. Да, я поступлю вот таким образом, закрою трафаретом. Так, давай мне зубную щетку. Где она у вас? Вот она у нас. Натягиваю защитный экран. Защитный экран. Так, хорошо. Черная краска у нас уже разведенная. Я постараюсь здесь сейчас сделать набрызг, крутить заготовку, сделать сюда, покрутить сюда, сюда, чтобы он шел от центра. То есть в центре у нас, естественно, наибольший как бы, да, и туда он уходит. То есть чтобы мне создать вот все-таки центром, чтобы были эти очки. Маловато хочется побольше брызги. Поближе брызгаю. Так, я прям прижимаю пальчиком. Вот. Отлично. Такими очагами получается, да? Да, да, да. Такие разбрызги в разные стороны, так скажем. Я уже не слушаюсь. Наташа держит на этой стороне защитный экран, чтобы я туда не брызгала. А я уже не слушаюсь. Мне уже надо уголок закрыть, поэтому у меня... О, yes. Пошел процесс. Аккуратно не размазать. Это все сильно. Пошел процесс. Уже готовые брызги не размазать. Так, еще в эту сторону поближе к очкам, чтобы вот как здесь было. Ну да. Просится какой-то такой еще. Оп. Рисунок. Приезжает у меня руководит. Вот. Так. Опа. Опа. Вау. Классно. Слушай, так просто. Согласись. Да? Вообще класс. Мне очень нравится. Смотрите. Сейчас подсохнет, усы природом вообще будет обалденно. Супер. Супер. Убираем это все дело. Прям вообще. Смотрите, как здорово получилось. Всего лишь, всего лишь трафарет очки и два набрызга, два вида набрызга, да? И такая классная вещичка. То есть получается, да? Вообще стильная. У меня уже, конечно же, серебряный лебедь ее забил. Конечно. Конечно. Но я им не одна. Я это себе заберу. Вот так. Не хочу, вы меня вообще все отбираете. Так, вот это пускай все вместе лежит. Отсыхает. Отсыхает. Так, а мы сейчас... Мы сейчас усянемся поудобнее. Мы сейчас вот к этому возвращаемся. Неужели же вы думаете, друзья, что я вот так это безобразие оставлю? Конечно же, нет. Конечно же, я добавлю еще. Еще? Брызги? Не набрызга добавим. Пятнышек. Мне нужна тарелка. Тарелка. Да. И черная краска. И вот такая вот кисточка. Такая плотная, строительная. Я думаю, что это не щетина, но она такая достаточно грубая. И главное, что она плотная вот такая. Сейчас будем делать. Так, я же покрыла лаком. Да. Отлично. Ну, надеюсь, получится. Давай, дерзай. Так. Еще. У нас черная была, или ты тебе нужна именно на палитре, да? На палитре мне надо, чтобы она была не жидкая. А, не жидкая. Эта краска должна быть густая. А, это важно. Должна быть густая. Ну, давайте, как бы, чтобы сохранять пятничную интригу, да, я сделаю, а вы потом увидите, что это будет. Ну, давай. Так, вот таким вот образом я набираю достаточно густую краску в кисточку. Вот так. Так, и теперь мне главное не накосячить. Вот так. Yes. Yes. Да. Да. И вот так. Так, сейчас. Она тоже сидит, еще потом говорит, боже мой, боже мой. Боже мой. Мы оставим ее пока что вот так. Ой. Че молчите? Че думаете? Нравится? Да. Так, убираем. Ага. Так. Это бросаем сюда. Это конечный вариант? Осталась одна маленькая деталь, которая придается. У нас смысл всему этому безобразию. Это конечный вариант. Но дизайнерские вещи с трудом, как бы так, с болью в сердце. Только смотреть с болью в сердце. Креативненько. Так. Даша. Мы в шоке, Галя написала. Так, ну и сегодня у нас еще одна заготовочка, пока мы наделываем у нас вот эти все дела. А, да, ее можно, кстати, сушить. У нас есть наша любимая подставка под вино. Кнопка включения. Зоя нам кнопка. И что это было, девочки, с мужем? Что это было? Терпение, друзья мои. Все встанет на свои места скоро. Ну, я думаю, что эту заготовку уже все знают. Если кто-то не знает, спрашивайте, расскажем. Это у нас подставка под вино, которую я также покрыла черным цветом. Вот здесь у меня матовый лак и на боковинках у меня глянцевый лак. На камере не очень может быть видно, но в жизни это видно, эту разницу. И здесь мы с вами будем делать также декор набрызгом. Как вы могли догадаться, набрызг можно использовать не просто так, да, но и ограничивать его трафаретами, чем мы сейчас и займемся. Смотрите, у нас какая ситуация. Что я сделала? Я нарисовала и распечатала вот такую картинку. Ее можно нарисовать самостоятельно очень легко. Я ее распечатала, вот она у меня по формату заготовки. Потом я эту картинку вырезала вот таким образом. Вот, у меня получился вот такой трафарет. Теперь я хочу этот трафарет закрепить. Ну и, как вы понимаете, забрызгать ту область, которая и мне закрыта. Так, для того, чтобы мне закрепить это дело, мне нужен малярный скотч, который Наташа опять у меня утащила, чтобы поставить камеру. Поэтому полсекундочки я встану и его заберу. Так, я думаю, вы меня видите. Вы меня видите. Я свою конструкцию опять разрушила. Ну мало? Да, потому что мне нужен малярный скотч. Так, а это просто черный шоколад? Очень черный! Это ж мы с Галей делали шоколадный шоколадный шоколадный. Да-да-да, мне так понравилось шоколадный. Я прихватываю таким вот образом и вот сюда на боковинках закрепляю это все дело. Опа, есть такое дело. То есть, что это за трафарет? Ты его вырезала? Да, я рассказала девчонкам и мальчишкам, что я его напечатала вот таким образом. Можно было его самостоятельно нарисовать. Вырезала на плотной бумаге и сделала как бы трафарет. Обычным государственным ножом. Да, сделала себе трафарет, который закроет ту область, на которой не должно быть набрызга. Таким образом теперь я его прихватываю. Вот это вот я попробую ввести вот сюда. Вот так вообще на стол приклеили. Евгений говорит, ну если Галя в шоке, то мы вообще в отпаде. Да не бойтесь, Галя, молодец. Не бойтесь. Я же ничего плохого вам никогда не советовала. Так, мне нужно вот этот вот кусочек прилепить. Видите, у меня поднимается кусочек, я хочу его к столу прилепить. Давай его вот так вот прилепить. Нет, нам надо, чтобы его открыть. Ну, к столу вот так вот сейчас. Чик, все. Отлично. Это тоже поднимается? Ну, я буду пальчиком его держать. Да. Так, ну мне бы еще одну формочку. Формочки нет, давай тарелку. Нет формочки? Нет. Ну, давай возьмем сейчас вот эту сейчас. Тебе какой нужен? Белый? Нет, мне нужен вот этот формат. Да. О, блин. Конечно, вывожу трафаретик. Да, Милочка, я напечатала на фотобумаге просто потому, что у меня другой нет. Если бы у меня была любая другая бумага, я бы сделала на ней. Это не принципиально. Мозг начал интенсивно работать, пытаться раскрыть интригу с кнопкой. С кнопкой. Это хорошо, когда мозг работает. Хорошо. Я люблю, когда мозг работает. Чужой. Чужой. Так, у меня есть вот такая краска. Она сейчас уже, наверное, у многих есть. Вот здесь на ней следы предыдущего набрызга. ВГТ, эмаль металлик. Хорошая краска, хорошую дает укрывистость. В строительных магазинах продается. 150 рублей стоит за вот такую вот огромную банку. У меня этот цвет золота, он есть такой желтый, а есть вот такой... Золотистый какой-то, да? Ну, как будто золото смешали с серебром, вот такой вот цвет, если честно. Там на камере желтоватый, на самом деле он такой почти серый. Так, я приклеилась к трафарету. И мы будем вот этой краской делать набрызг. Наташа, я тебя на будущее попрошу найти какие-нибудь ножнички, которыми я смогу вот этот уголок отрезать. Ага, есть ножнички. Так, хорошо. Набираем эту краску. Точно так же мы ее немножко разводим водой, но не сильно. Да, то есть металлик – это, как вы знаете, лак, лаковая основа с металлическими такими пигментами, да, поэтому если мы его сильно размоем водой, то у нас будут водянистые пятна с блесками, поэтому мы его разведем совсем немножечко. Просто чтобы придать ему... Ну, пусть так он мог брызгаться. Да, текущести такой небольшой. Вот так будет больше, чем достаточно. Так, хорошо. И теперь мы будем брызгать. Так, сухую тяпочку не надо. Значит, задумка у меня следующая. Я буду брызгать... Смотрите, здесь образец. Ага. Я буду брызгать волнообразно. Так, ну, ладно, я отсюда вам покажу. Здесь, в этой области бокала, я буду брызгать отсюда, да, и потом здесь вот побрызгаю примерно одинаково, и потом буду брызгать отсюда, чтобы у меня основные брызги шли вот так, а сюда они уже расходились как бы. И потом мы еще какую-то манипуляцию с вами совершим. Угу. Так, сейчас я отъеду. Ну, поехали. Поехали. Так, у меня тут сложновато одной рукой. Ну, ладно, я потрачу побольше времени. Вот в этом плюс наших пальчиков прекрасных, что мы можем одновременно и держать трафарет, и брызгать. И брызгаем, да? Смотри, она везде брызгает, кроме... Кроме нужного места, да? Так. Так. И теперь я могу перейти повыше. Вот здесь. Так. Ну, в общем, держись. Держись трафарет. Давай подержи пальчик. Что-то у меня палец устал брызгать, там уже не работает. Не рабочий палец не работает. Кнопка выключения нарисовалась, все. И такой говорит, извините, ребят. Я спаду. Возьму другой палец. Точно, у меня же еще есть. Тут только можно в скафандре работать, Лена. Можно. Так, и теперь мы повернем. А, повернуть не можем, потому что у нас приклеено. Давай. Что-то я делала без Наташи сейчас. Брызгала бы в разные стороны, что бы ты делала. С металликом такая тема, кажется, что его мало, но на самом деле он разбрызгивается микробрызгами, которые, когда высохнут, начнут все сиять, так скажем. И получится достаточно ярко все-таки. Сейчас еще добавим. Ну, у нас праздничная такая подставочка под вино, поэтому пусть будет ярко. Так, все. Сейчас мы будем это дело снимать. И удалять лишнее. О, еще удалять лишнее. Ну, да, ну же, смотри, у нас трафарет-то закрыл всего лишь ничего. Антонина говорит, в вышивке этот способ называется припорох. Ох ты. Вот так вот. Да. Очень грамотное название, учитывая то, что наоборот можно очень здорово использовать для имитации снега, например. Да. Вот у нас тут образовалось пятнышко. Так, сейчас. Надо еще трафарет не повредить, потому что он у нас еще будет использоваться. Так, сейчас мы Наташу попросим с ним поработать. Так, теперь мы убираем влажной тряпочкой все, кроме вот этого нашего бокала. То есть все, что набрызгалось куда-то. В сторону мы это убираем. Можно не убирать. Вот эту подставку, кстати, можно оформить так же, как нашу Вселенную, да, например. Вот здесь у меня образовалось пятнышко. Я его аккуратненько на ноготь намотаю. Аккуратненько постараюсь подтереть. Потому что сейчас уже у меня времени нет все это смывать, да, и заново делать. Но это как вариант. Все можно, если такой косяк произошел, можно все вытереть и сделать заново, как бы без проблем. Так, и вот здесь я тоже уберу все лишнее с внутренней стороны. Посмотрим сзади. Потому что мы перекладывали, когда заготовку, она могла сзади отпечататься. Так, все хорошо. Пусть она полежит, посохнет. Мы еще с ней немножко поработаем. Елена говорит, а что, очень даже неплохая идея. Оформить брызгами трафаретный рисунок. И простенько, и со вкусом. Особенно таинственно на темном фоне. Да, красиво на темном фоне выглядит. А здесь, знаете, какой момент нужно учесть? Сильно мелкий трафарет может потеряться форма его, да. То есть очень важно, чтобы была какая-то такая форма, которую даже в брызгах легко будет различить. Это не выбрасывать. Это нам нужно дорезать немножко. Когда то подсохнет, мы еще кое-чего добавим. Как-то, пускай тут полежит. Сейчас мы выберем все это дело от красивых брызг. Так, золото убираем. А что у нас еще не доделано? Так, вот это мы покроем лаком сейчас. Итак, у нас красивый знак. Что будет за знак, куда мы двигаемся? Очень стильно и креативно Елена нам спишет. Спасибо большое. Как попасть в закрытую группу серебряного лебедя, Светлана спрашивает. Светлана, в закрытую группу мы добавляем в подарок при приобретении любого нашего мастер-класса. Вы пишете мастеру номер покупки и говорите о том, что вы хотите в закрытый клуб. Либо можно написать сообщение личное нашему директору Елене Раевской, нашей лелечке. Вконтакте она зарегистрирована как Елена Раевская. Вы можете написать ей личное сообщение. Она расскажет, какие там есть еще возможности для вступления в клуб. Зоя говорит, мозг не справился. Идей нету. Ну терпи тогда, Зоя. Скоро все уже станет явно. Все сейчас будет. Все сейчас. Сейчас лак подсушим маленько и уже будем доделывать все это дело. Ирина говорит, да, да, очень стильно. Мне тоже. Вы сейчас, когда увидите конечный результат, когда процесс сам происходит, стой, стой, стой. А люди ждут твоего появления. Иди сюда. Люди не увидят его. Люди, кто хотел, кто заказывал. Вот они мы. Кто заказывал. Посмотри, Рисечка, посмотри. Мультик недоволен. Мультик пошел. На мультика, может, попали мы? Нет, Мультик просто идет конкретно к своей цели. А мы тут его как бы останавливаем, преграждаем. Ну что, то есть все, сушим, да? Подсушиваем. Да, подсушиваем. Так, давай нам, наверное, вот этого нашего дядьку. Дядьку. Нет ли у нас случайно суперклея какого-нибудь? Есть. Случайно суперклея. Сразу приклеим его, чтобы он уже был закончен. Я хочу вот так немножко на бок приклеить усы, и тогда у него появляется ухмылка. Вот эта штука мне очень нравится, она как подбородок у него. Она такая классная. Вот эта штука. Палочка, да, какой-то? Может, вот так с задней стороны. Это нам еще понадобится. Давай другую возьмем. Ну, давай. Можно в мойку бросить. Да, в мойку бросить. Так, вот у нас тут что у нас? Тут момент столяр. Ну, на самом деле, неважно. Можно любого суперклея капнуть. Спасибо. 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 Мультик, привет. Мультик уже убежал. Надо мультику набрызг делать. Да он и так, блин, с набрызгом почти. Анетта, у него и так такой окрас. Питнистый немножко. Так, прижимаем нашего деревня. Ой, а руки-то у меня какие красивые. Я очень завидую людям, которые умеют работать в перчатках. Я очень им завидую. Я кое-как научилась работать в фартуке, хотя сейчас по мне этого не скажешь, конечно, но с перчатками у меня вообще не лады как-то. Вообще не дружу, да? Ну, посмотри, что с вами у меня. Вот же мой набрызг. Ну, что здесь? Здесь, ну, да, смотри, у меня локти все. Так, думаешь, приклеился? У меня тут вообще этот пет вступает. Сходит. А я тут давлю такая радостная. Да, у меня тут клей повылазил. Друзья, есть ли у вас какие-то вопросы относительно именно работы с набрызгом? То есть, может быть, кто-то вообще ни разу не сталкивался с этим, и есть какие-то вопросы конкретно по технике. Потому что мы уже привыкли к тому, что у нас много зрителей все время, и что они уже все умеют. Ну, если есть вопросы, вы задавайте. Я не отдам тебе его. Это мой мужчина. Это мой. Он будет жить с нами в доме. И галстук. Представляешь, если бы она была длиннее, например, в винный короб. Не, а вот, например, если сделать вот так же, как в чернике, в галстук. А если его сделать вот сюда, сделать белую, сюда зафигачить ему шляпу, очки и усы. Точно, да. Да. Вообще приятно. Это можно. Так, ну вот. Елена говорит, сначала подумала, ерунда какая-то. А на выходе супер. Конечно. Какая-то ерунда. Мы не предлагаем ерунды. Вот. Все. Этот парень у нас тоже готов. Он отправляется в копилку готовых работ. Готовых работ. Ничего, боитесь. Так, давайте. Ладно. На самом деле здесь у нас будет надпись. Ох. Здесь будет, здесь черный фон только для того, чтобы сделать надпись. Надпись мы сделаем белыми красками. Татьяна, по поводу закрытого клуба, надо написать в личку. Напишите в личку либо Лены Васько, если у вас ее страничка, либо Лёли Раевской. Ответим вам на этот вопрос. Так. У меня есть чудо-кисточка. Чудо-кисточка. Значит, смотрите, это была длинная кисточка, тоненькая, которая уже очень видала много видов. И что-то я ей делала такое, что я отломала ей половину ручки. Как-то она у меня начала топорщиться, я ее подстригла. И теперь она у меня выглядит вот так. Вот, смотрите. Вообще надпись изначально я хотела сделать мелом. Но у меня нет грифельной краски. Она достаточно дорогая, и у меня в городе ее в принципе нет. Поэтому я сделала просто черной. Попробовала написать мелом, плохо видно. Решила написать вот такой вот кисточкой. Она как раз-таки дает такой эффект, как будто на заборе вот написано, знаешь, такой. Она сейчас будет так размазываться у нас, оставлять за собой следы, да, и будет хорошо очень. То есть ощущение, как будто рисовали вот именно кистью на заборе, да? Да, руками, руками как будто, да, такая грубая будет надпись у нас. Да, я взяла уже краску, мне... А, потом обратно запихаем, да? Дай мне вот это с очками беру. Да, вот, чтобы я могла вытирать немножко кисточку. Елена, усы, очки выложите, пожалуйста. Евгению нужно... Усы я вам... На вечер, видимо. Я не могу, потому что у меня они... Это вырезанный макет, мне его как бы, да, прислали с заготовкой. Очки, ну, если я их не удалила еще, я выложу, конечно. Ну, вообще, ты знаешь, мы решили сделать вот такой альбом. Каждый мастер должен это сделать. Вот, альбом у себя в фотографиях, где будут все макеты, которые связаны с вебинарами. Хорошо, без проблем, давайте. И так далее, поэтому... Давайте сделаем так. Чтобы ребята могли зайти и взять, что им нужно. Давайте, да. Нет, конечно, мы всегда выкладываем все макеты в открытом клубе, в закрытом клубе. Напис тоже будет как на заборе. Но формат эфира не позволяет нам сделать надпись, как на заборе. Так, пишем. Сейчас покажу, как получается. Вот видите, какая надпись получается. То есть она такая грубая. Такая, да. Так, Светлана пишет, зависла и не обновляется. Девушки, да, я вас... Друзья, обновляйтесь, потому что у меня только что тоже было зависание. Я пару раз обновилась, у меня все восстановилось. Поэтому если у вас с первого раза не получилось, просто делайте это еще и еще. Трансляция восстановится. Не переживайте, все у нас в порядке. Спасибо, Алёна, большое. Так. Мои... Что, мои усы? Что? Что? Мои... Мои... Так, так, считай, считай, сколько на губы должно поместиться, да? Мои... В... Мои... Есть варианты, ребят? Пишите. Мои... Ави, 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 ави. Вопрос организаторам. Так, это организаторы ответят, да. Так, рави, мои рави. Что-то какое-то такое, видимо, не русское слово. Очень не русское. Равил, мои равил. Так. Ну что, отгадала? Нет? Ну давай, нет буквы, а в слове метель. Опа! Йес! Вот оно. Так. Вот оно, оно. Вот оно. Так, сделай, пожалуйста, нам камеру. Ага. Вот оно, оно. И... Опа! И вот оно, оно. Вот оно, оно. Ура! Вот такие у нас, получается, два панно. Я надеюсь, я их в правильном порядке держу, потому что у меня в зеркальном отражении, в общем-то, моя жизнь, мои правила. Нет. Думаешь, почему моя жизнь? А, с какой стороны? Русские люди с какой стороны читают, я не знаю. Вот. Вот так вот. Вот эти, в общем-то, панно у нас будут висеть и при необходимости будут собираться подставку. Так, вижу, покажи еще раз кисточку. Да, сейчас, где она у меня? Вот, такая кисточка. Даже не могу сказать, какой размер, потому что это уже тут все заляпано. Вот такая тоненькая была, тоненькая длинная кисточка, она у меня забилась краской, я ее обстригла. И она получилась вот такая вот. Вот. Можно сделать из какой-то старой кисти. Креативненько, Бульнара говорит. Давай вот ту еще закончим, и у нас уже будет все хорошо. Так, правила высыхают, мы их покрываем лаком, и все, это рабочая уже подставка у нас. Сейчас мы можем вот здесь, у нас все. Вот она, вау! Вот, вау! Когда это висит на стене, будет клево. Здорово, классно. Верьте мне, все будет клево. Так, возвращаемся к подставке, она немножечко подсохла у нас. Вот это мне надо. И ножнички. Смотрите, на трафарете, вот я вырезала черное, да, вот эту пипку я оставила. Вот она у меня. Сейчас я ее отрежу. И приложу все заново. Забрызгаю еще раз, и у меня вот эта область, которая изображает вино, будет ярче, чем вот этот уголок, который изображает только стекло. Не белый. Белый? Нет, я убираю. А, хорошо, так. Выбираешься, да? Хозяюшка. Да, да, да. Хозяюшка. Так. Вот, отрезала, и теперь прикладываю на то же место, и приклеиваю это все. Малярный скотч, пожалуйста. Малярный скотч. Так. Зубами отрываю малярный скотч. Повторная работа. Сейчас наклеивание. Да, то есть смотрите, как это можно применить. Можно закрывать разные области. Можно их перекликать между собой. Можно взять, например... То есть ты имеешь в виду, ну, вот взять, например, красным, сделать бокал, например. Да, да. Ну, самый такой простой пример – этот знак инь-янь. Все же знают. Да. Вот представляете, можно сделать ту область, которая черная, например, ее сильно побрызгать, а ту, которая белая, меньше побрызгать. Или черную побрызгать одним цветом, да, белую побрызгать другим. То есть таким образом можно накладывать и регулировать и интенсивность набрызга, и комбинировать цвета. То есть это тоже очень прикольно. Есть целое направление в живописи набрызгом, живопись набрызгом, когда прямо вот этими перекрываниями создается, допустим, делается трафарет дерева, да, забрызгивается, а потом под ним делается сугроб, забрызгивается интенсивнее. Потом все это вместе забрызгивается еще, и получается, что у нас дерево в сугробе, а идет снег. То есть вот такие моменты. Так, вот это наш металлик, вот это наша жубная щетка. Давай покажем еще и так. Ставим пока. Закрываем или будет уже... Нет, давай закроем на всяком случае уж, а то мы до конца прям так держались, держались, закрывали, а сейчас раз и нападем в экран прям. Так. Мы опять пробрызгиваем все, то есть чтобы область, которая у нас выделена была, сделать ее еще ярче и дополнительно добавить набрызг вот в эту область, которая изображает наше стекло. Мне страшно, как я буду отмывать это все. Да не думаю, что у нас же все... Не, 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 все хорошо. Я культурная, я прям никакая уж вообще полиганка. Я держу себя в руках. Пока. Я представляю, что дома происходит. Сейчас камеру выключу и... И как раз... Я представляю, что происходит у нее дома. Директор пошел. Директор пошел. Директор пошел. Он улетел. Но обещал вернуться. Ну, там закончится это. Хорошо. Вот так. Луки коня бежать. Ни в коем случае. Так. Ну вот. Смотрите. Вот такая у нас получилась картина. У меня есть работа, которую я делала пораньше. Дай, пожалуйста, вон ту. Там у меня побольше бокала. Если честно, она мне нравится больше. Вот она такая. О, вау. Так оно еще блестит. Оно блестит. Живое очень красиво. Да. Оно так поблескивает. То есть переход на цвет. То есть это не просто... Но я думаю, вот мужчины бы оценили. Да, это такая лаконичная, вот лаконичная, интересная подставка. Это когда высохнет, она тоже заиграет, потому что здесь не высохли мелкие вот эти брызги, которые дают вот такой вот переливающийся эффект. Вот. Когда она подсохнет, она тоже будет вот такая. Она будет очень-очень лаконично, хорошо смотреться. То есть я специально взяла даже цвет такой, не золото, не серебро, чтобы она была вообще стильная. Да, какой-то средний, да, такой цвет. Вот такая вот у нас работа получилась. Ну и получилось, что мы все наделали. Давай, показываем, что у нас получилось. Давай. Сейчас. То есть у нас получились вот такие вот правила. Давай. Так. Та-дам. Та-дам. У нас получилось. Все сразу ставлю я. Да. Так, чтобы было. Да, у нас получилось вот такая вот космическая жизнь. Вселенная. Вселенная. У нас получился вот такой вот. Вот такой вот. Чудо-мужичок. Чудо-мужичок. И вот такие вот. Посмотрите на эти работы теперь, как бы на законченный вариант. То есть пока мы делали, конечно, были какие-то, что это, как это, да. Были моменты конфликта, когда было непонятно, что будет дальше. И вот, посмотрите, конечный результат. Ну, это реально такой, знаете, вот моднячий магазин. Евгений, ваш скворечник очень даже хорош. Короче, скворечник. Вы его ругаете уже в втором вебинаре. Я так понимаю, Евгений пиарит свой скворечник. Все уже в интрии. Что за скворечник? Вот такие вот у нас сегодня классняцкие получились работы. Сделали мы их быстро. Быстро. Нам не понадобились ни распечатки, ни какие-то подбор цветов, там, супер какие-то обработки, да. То есть, ну, вот на самом деле, если взять вот эту работу. Вот она покрыта морилкой на один раз и ошкурена. Все. Покрыта белым. Раз-раз все готово. Супер. Вот это покрыта черной краской из баллона. Потом покрыта лаком. И при вас сделано все остальное, да. Вот этот момент, то же самое. Покрыта черной краской. Мы это вжилую с вами сделали. Вот это самый долгий вариант. Ну, потому что мне хотелось вам показать именно стильную работу. Именно, ну, вот понимаете, хочется сказать молодежную, да. Но при этом это неправильно, потому что это не молодежно, это современно. Это современно. Вот какие бы вы не были, сколько бы не было вам лет, да, вы сейчас сидите и пишете круто, здорово, потому что это нравится. Просто это современно. Это в тренде. Это совершенно понятно всем людям. Поэтому называть это молодежным было бы неправильно. Это современные работы, которые вот такие дизайнерские у нас получили. Вот, Светлана говорит, Лена, досточка для вина вообще интересная, актуальна. Самую точку, вы знаете, я тоже подумала, что вот моему мужу бы понравилась вот именно такая лаконичная, вообще вот просто строгая вещица. Потому что он заказал, говорит, сделай мне, я буду удивлять ребят, говорит, буду им дарить и спрашивать, зачем это тебе. Ну, здесь немножко есть подсказка, зачем это тебе, хотя бы понятно, в какую сторону думать. Так, ваша помощница Наташа не преподает. Наташе, мы ее загрузили по полной программе техническими моментами, но мы сами жаждем, конечно, когда она начнет, когда у нее появится заместитель. И самое, что интересно, покрути вот эти штуки. То есть они у нас, опа, надоело вам космос, перевернули Марс. Да, надоело жизнь, включили правила, да, все. Нет, мне очень нравится в них то, что вот они, знаешь как, они место занимают на столе, если оставить ее стоять, да? А если ее повесить, то это вообще, это и декор, и функциональность. Вот это я вообще прям в этих штучках обожаю, если честно. А я обожаю, что они очень, вообще нужные вещи. Очень, очень, для моего телефона просто невероятные. Мы обсуждали, там девчонки пишут, которые заказывали, они пишут, что там, вы меня спасли, у меня телефон стоял на банке с краской, я говорю, а у меня есть телефон был в варенье, потому что все время это... Да, 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 у меня та же самая история, телефон вообще неудобный, это планшет, это все очень... Ну, все, посмотрели все? Да, ну давай, давай, показывай, что у тебя интересненького, еще ты нам приготовила, давай. Готовы внимать твои обучающие программы, готовы слушать тебя. Вот там домики интересные. Все время, во время вебинара говорили, спрашивали вопросы, задавали, что за домики там стоят. Сейчас закажу, домики. Новый год, да, все-таки? Подарки делаем, но новогоднее настроение же еще надо. Я боюсь, что на меня стеллаж упадет, но буду очень аккуратно. Сейчас вот это высекло, это все дело. В Ставрополе пошел снег два дня назад, и было прям волшебно-волшебно, и было прям такой... Новогодний, да? Новый год вообще классно. Сейчас растаяло все, конечно, грязище, но ладно. Хотя бы пряники у меня есть. Хотя бы пять минут был праздник. Да, да, да. Вот так все разложили. И домики сейчас сразу же сюда вам покажу. Значит, что это? А это, друзья мои, называется у нас дело комплект из два в одном, имитация имбирного пряника. Почему комплект и почему два в одном? Потому что изначально мы придумали это все с Наташей. Вернее, я рассказывала о том, что я пекла настоящие пряники много лет, продавала их на ярмарках, и Наташа мне сказала, вот, я девчонкам говорю, сделайте мне имитацию, а никто не берется. А я думаю, блин, какая классная идея. Ведь я, понимаете, я вот пекла это все месяц. То есть у меня вот ноябрь, это был месяц, когда я с утра до вечера пекла пряники. Я их всем, значит, дарила, продавала, а люди их не едят. Они такие деловые, они смотрят, им нравятся, они елку украшают и не едят это все. Первый год не едят, потому что... Красиво. Второй год, потому что... Срок годности неизвеста, да, и хотя на самом деле пряники хранятся там до трех лет, да, но тем не менее, ну, вы сами, наверное, не будете есть то, что год пролежал. Да, год пролежал, да. Вот, поэтому имитация вот эта, она мне очень понравилась. Думаю, точно, я и друзьям раздарю, и пусть они и не едят, мне не обидно, да, и это красиво, можно все время украшать елку, и очень клево будет. Я настоящими упрошала елку полностью, то есть у меня не было других игрушек. Я их сама съела. Наташа съела все пряники, в прошлый раз я привозила. Я прошу, прошу, говорю, Лена, привези еще, она не хочет. Я больше не согласна, потому что я наделала вот таких пряников, грызи, украсила елку свою, и мне ничего больше не надо. Вот, значит, смотрите, почему это у нас комплект. Начали мы с игрушек. Игрушки мы показали, что-то за окном страшное сейчас произошло, я аж испугалась. Игрушки мы показали, традиционный вариант росписи, вот такой усложненный вариант росписи с цветной глазурью, и самый сложный, это когда задействовано несколько видов глазури и еще роспись сверху. Ну и думаем, как бы, что игрушки, где, ну, не у всех есть возможность найти такие заготовочки, да, хотя нам, ребята, накидывали варианты, там, вырезать их из картона, и слепить из полимерной глины, очень много вариантов, как можно такие штучки сделать на самом деле. Но нам хотелось все-таки пойти дальше. Как вы знаете, пряники, ну, я надеюсь, что вы знаете, потому что это очень сейчас известная такая информация, пряники стали делать на заказ и стали... Тематически, тематически. На Пасху, на свадьбу, на дни рождения, делать из них шкатулки, такие пряничные сухарницы. И там целое искусство. И очень много вариантов. Мы поэтому решили сделать домик, то есть пряничный домик, ну, это вообще сказка, это прям... Под елку сейчас поставить, это как вообще. Не видно. Не видно. Ну, вот там, да. Подожди, подожди, посмотри. Вот, смотрите, елка горит, под ним вот такой имбирный пряничек, ну, этот домик, ну, это же просто, это уже сказка, ту, которую мы хотим создать. Новогодняя такая избушка, поэтому мы решили сделать. Мы взяли вот такую обычную фанерную заготовку. Можно было взять деревянную, это не суть важна. То есть, видите, она гладенькая, обычная. И мы нанесли на нее состав, который создал именно вот этот эффект теста. Тесто, видите, такой, он такой пузыристый, потресканный, да, то есть выпеченный, он такой объемный. И как мы это делали, конечно, это была просто вообще... Это была химия, потому что мы прям замешиваем тесто. Конечно, не съемное, не настоящее. Имитацию, да. Имитацию теста у нас. Мы щепотку одного, щепотку другого, и все это там пенится, как опара поднимается. Ты наносишь это все, и масса дальше формируется сама. То есть вот она сама выдает все вот эти бугристости, да. И потом уже это все окрашивается и обрабатывается. То есть сам процесс вот этого приготовления, вот этого состава, он обалденный. Если дома дети, их обязательно надо привлечь, потому что они будут... Ну, они будут считать, что мама волшебница прям. Потому что, ну, правда, там добавляешь, и сразу идет реакция, сразу идет такое брррррррррр. И все. Вот, поэтому это очень классный процесс. Ну, так как вот у нас с Наташей дети не присутствовали, но мы сами веселились. О, не говори. Вот лещина в разгаре. Я разрисовала мои вот они. Я не такое удовольствие. Ну, я вообще занималась вот росписью, мне нравилось вообще бесподобно. Ну и, конечно, я была в шоке от этого рецепта контура. Это просто шокирующий для меня был момент такой вообще. То есть вот это все-таки тема, если не только новогодняя, но и зимняя. То есть хочется, я думала о том, что можно сделать сухарницу, например, в которую складывают конфетки вот в таком виде, поставить вот такой, допустим, пряничный домик, а рядом сухарницу. И это зимний вариант. То есть зима пришла, достал, пользуешься. Не обязательно только Новый год. А потом все равно как бы, ну, это такой вот зимний вариант. Но вот этот контур, рецепт его, он переходит уже из зимнего во внесезонье. Потому что можно делать этим контуром, его можно использовать как контур. Я не влазю. Немножко. Как контур для росписи, для любой. То есть когда вы прорисовываете какие-то вензеля, да, когда вы ставите какие-то точечки. Да, вообще имитация металла, пожалуйста. Да, имитация металла прорисовывается, чеканка, да. Да. То есть можно использовать. Это замечательная паста, которую мы готовим сами из бюджетных материалов. Строительных. Которые у вас есть рядом в строительном магазине. Это как бы не какой-то материал, который невозможно найти. Его получается много. Его, он очень бюджетный. То есть Лена, когда его начала наводить и использовать, я говорю, Лена, я столько, говорю, столько лет, столько рецептов я использовала. Потому что все, которые писали, там, ПВА, акрил, там, крахмал, там, мука, еще что-то. Ну, хотелось удешевить контур, потому что контура много реально уходит. Я попробовала расписать один. Не помню, вот этот, наверное. У меня ушла практически... Тюбик. Практически тюбик ушел на один или два пряника. Тюбик стоит 150 рублей, извините. А как подарить людям набор, там, из пяти, из десяти пряников, например. Поэтому я нашла, разработала, создала вот такой рецепт, который, вот, он очень объемный. У него не падает объем. Не падает, он очень твердый и белый. Вот это важно. Он и белый, и ты же можешь его окрасить в любой цвет. Вот он голубой, да? Вот он голубой. Вот он. Ну, у меня здесь, ну, вот, пожалуйста, коричневый. Коричневый, да? То есть можно окрасить его в любой цвет, и он, ну, очень удобен в работе. Плюс к этому мы там создаем инструментик, который мы так все наносим. Ой, да, хороший инструментик. Потому что у меня были тюбики, которые, они все время забивались, туда надо засунуть эту пасту. В общем, я мучилась. Я такая думаю, когда я увидела, как Лена это делает, я думаю, господи, это был первобытный век разжигания огня палками, понимаете? То есть это было все. Ну, потому что у меня были реально образцы, у меня были, понимаешь? Бутылки у меня, да, бутылки разными способами, и так, и так. Пока я нашла все-таки, чтобы он хоть как-то держал объем, я такая думаю... Ну, да, но я знаю, что есть такая проблема у многих. Ну, самая такая очевидная проблема – это цена. Цена контура, потому что контур нужен везде. Это такая вещь, которая применялся повсеместно, она всегда в работе. И, ну, даже вот 100 рублей там декола стоит у нас, по-моему, 100 рублей или 107, там что-то такое. Ну, это дорого для материала, который все время в работе. Поэтому мы сделали вот такой контур, изобрели, который можно использовать легко, всегда и везде. Технически, по времени, это нужно подождать этап просыхания самого теста, да, так назовем, самой вот этой массы, которая создает эффект теста. Нужно ее просушить, и, в принципе, ну, я оставляю на ночь все просушивать материалы, когда работаю с какими-то объемами, чтобы это было наверняка. И в дальнейшем уже окрашивать и расписывать не дольше, чем обычную декупажную работу. Ну, ты знаешь, я когда смотрю на эти рисунки, первое, конечно, вот, если я никогда не брала контур, я думаю, я не смогу такие рисунки нарисовать, понимаешь? Я реально, когда брала контур первый раз, я думаю, боже, у меня ничего не получится, потому что, ну, какие, какие завитки, о чем вы говорите? Ну, вот смотрите, на самом деле, ну, что тут рисовать, палочки да кружочки. Мы собрали, по-моему, штук 20 фотографий пряника, на которых можно подсмотреть, то есть настоящие пряники, на которых можно подсмотреть и что-то поделать. Но это может делать даже ребенок, даже нужно дать это ребенку, потому что это, ну, определенная память, да, нужно даже раздать каждому члену семьи по прянику, чтобы он расписал, и тут подписался сзади, потому что я помню первые пряники, свои я пекла, такая украсила, все красиво, у меня семья обалдела, все мы это, а потом, ну, я пекла, они такие, дай мы тоже пораскрашиваем. А я такая, а не, ну, вы что, вы не умеете испортить, накосячите мне тут, да. А потом думаю, так, ну, что ты жадничаешь-то, ты дай человеку, как бы. И у меня вся семья украшала. Дело в том, что вот когда это все в большом количестве, и так это все выглядит, это все выглядит очень по-домашнему. Ну, посмотрите, у меня же не ровные все эти узоры. Да, если просто пересмотреться, то... Не идеальные полукруги, вот, посмотрите, вот этот вообще красавец, да. То есть это все в законченном варианте выглядит просто мило. Это мило, это по-домашнему, это домашняя работа. Да, вот этот домик, например, он уже посерьезнее. Тут сеточка серьезная, о чем ты говоришь? Да, ну, опять же, видите, да, если посмотреть серьезно, то... Вот, здесь я рассказываю, как перенести этот узор. А, вот это отдельно, дополнительно, да, второй мастер-класс, который как бы мы сняли. Да, да, вот, то есть он как бы там все рассказывает. Но и вот такой традиционный домик с самыми простыми узорами выглядит очень даже хорошо. Вот на этом я сделала эффект сахарной пудры, да, как будто бы он посыпан сахарной пудрой. Все это в мастер-классе рассказывается. И, знаете, я, ну, обрадовалась как бы тому, что мы придумали эту имитацию, потому что всегда вопрос с подарками на Новый год. Да, и причем такими, знаешь, как, вот как бы, ну, знакомых, соседей. Это как бы внимание оказать. Не то, что ты будешь делать, ну, не знаю, барелье, понимаешь? Барелье прямо на стену, а как бы сказку такую, праздник. И при этом мы же все уже дарили шарики, мы все дарили бутылки. А от нас, как от творческих людей, ждут все время чего-то новенького, ждут все время чего-то необычного. И на самом деле абсолютно полноценный новогодний подарок – это, например, набор из пяти пряников. Это прям, вот человек может поверить на ёлку, да, это прям вот можно пойти в гости и подарить вот такой комплект. Скажи, а они тяжелые, и как они бьются? Бьются, вот мне интересно. Ну, специально бьются сейчас на пол, разобьются? Я думаю, что нет, потому что все-таки масса застывшая, да, она достаточно плотная. Как они, да? Специально, конечно, ничего не нужно вандалить. Скажи, а тяжелые? Нет, нет, они достаточно, ну, мне тяжелее обычного шарика ёлочного. Вот, то есть вот таким образом можно подарить набор, который человек повесит на ёлку среди прочих игрушек, и у него будет комплект уже. Поэтому вот такой вариант подарка очень интересный. Мне он очень понравился, я в этом году всем подарю. И все, и стряпать пряники больше не буду, потому что это очень утомительно. Ну, это очень вкусно, Блин. Вкусно, я не спорю. Об этом будет знать мое семейство, которые будут получать маленькую порцию. Ну, ладно, и Наташа. Ура! Так, вот, таким вот образом мы празднуем Новый год в этом году. Вообще, имбирный пряник – это, конечно, волшебство. Я даже почему начала их печь, потому что само слово «пряник» – оно такое зладенькое, оно такое нежненькое, оно такое уютное. Домашнее такое, да? Да, и пряник – это вот как абхазский мандарин, понимаешь? Это концентрат праздника, концентрат Нового года. Поэтому вот надо, надо всем подарить пряники в этом году. Ну, давайте, друзья, вернемся к нашему барельефу. Еще раз о нем поговорим, потому что тема важная, тема интересная. Так, давай вот немножко про этот, и потом включим ролик, да, еще для тех, кто присоединился позже. Значит, мастер-класс «Барельеф», «Искусство барельефа», «Панно домик в горах». Вот такое панно мы создаем на этом мастер-классе. Взяли мы его из интерьерной техники «Барельеф», очень древний, очень известный. В этой технике украшаются дома, дворцы, в советское время украшались бассейны и дома культуры. Мы ее перенесли на такой декупажный формат и решили сделать небольшие работы в этой технике. В мастер-классе, который длится больше двух с половиной часов, мы показываем, как мы создаем вот такое панно, что мы… Я не могу на свои руки смотреть сегодня. Они как раз были в творчестве. Ух, меня как в это встряхивают. Что мы используем для сцепки, да, каким материалом мы это все создаем, какими инструментами, которые не нужно где-то покупать и заказывать, домашними инструментами, как технически это все выполняется, какие техники, да, в создании рельефов, как это все окрашивается, как это все обрабатывается на финише. Ты знаешь, я когда смотрела на эту картину, вот когда ты их привезла, достала, я такая, ну, нет, ну, это очень сложно, такое однозначно, это надо только, ну, какое-то художественное видение, образование, потому что картину рисовать какой-то массой и объемной, но это… И когда мы начали снимать… А что вы думали, да, когда снимали, что ты почувствовала? И когда мы начали снимать, и когда это было разбито на отдельные маленькие шаги, где мы делали только, например, гору, потом только, например, елочку, я посмотрела, думаю, боже, да это так просто… Фишка вся в том, что, друзья, я же это не нарисовала сама. Я взяла картинку с интернета и могу взять любую картинку с интернета. К мастер-классу, кстати, мы прилагаем 20 изображений, я специально выбрала тех, с которыми можно начать пробовать, отрабатывать технику, чувствовать ее. Но девчонки, которые мне присылали работы, они уже перешли на другие изображения, то есть им уже мало того, что я предложила, они уже стали проявлять свое творчество. То есть можно другие картины делать, да? Конечно, да. Можно делать на любую тематику абсолютно картины. Вот если даже взять то, что я делала, да. Мы ждем от Евгения Шалина барелье. Да, ждем. Он говорит, что все никак к ним дойдут. Мы ждем, Евгений, пожалуйста. Не подведите. Не подведите. И пряники тоже ждем. Значит, показываем в основной части мастер-класса вот это панно и вот этот вид окрашивания. Когда мы его представили первый раз, да, очень пошел запрос, я показывала еще вот это панно, которое у меня директор благополучно вымутило. Вот. И мне стали приходить очень много вопросов на тему того, как сделать такое цветное окрашивание. И тогда мы сняли дополнение вот по такой купюрнице, посвященное именно цветному окрашиванию. Это дополнение очень важное. Оно длится 40 минут. Вот у нас показаны все эти детали. Как окрасить и как соединить. Вот вы видите, что это единое изображение, да, что это не разрозненное там... Отдельно зеленое место. ...сосно-горы, да, там и пагода. То есть это единое изображение. И плюс к этому вы можете увидеть, насколько мелкая работа может быть сделана в этой технике. То есть это, ну, мелкая работа. Она делается точно так же, как эта. Ну, естественно, это более кропотливо, очень мелко. После Нового года Евгений пришлет. Хорошо, мы ждем. Вот, то есть это более мелкая проработка, естественно, но техника вся та же самая. И сейчас мы выпустили новый мастер-класс, в котором мы показываем масштаб в другую сторону. То есть мы показываем, как это делать на большой поверхности, на стене. Сейчас давайте попробуем включить ролик. Да, сейчас мы попробуем поставить ролик. Я расскажу о новом нашем мастер-классе для тех, кто еще не слышал или хочет послушать еще раз какие-то тонкости. Друзья, пока ролик запускается, я скажу момент, да. Если остались вопросы по вебинару, в открытой группе будет выложен или уже выложен баннер. Пять минут на нем будет написано. Заходите туда, пишите вопросы, пожалуйста, те вопросы, которые касаются вебинара. И завтра я запишу небольшую консультацию с ответами на эти вопросы. Запускается? О, пошло. Вот так. Пошло, да? Видео должно пойти. Алё, Алёна, скажи, пожалуйста, видно ли видео? Идет ли... Видно, видно. Да, все пошло. Хорошо. Спасибо, спасибо. Это видеоролик, посвященный нашему новому мастер-классу, который называется «Барельеф на стене». Стену я привести, к сожалению, не смогла, поэтому пришлось показать вот таким образом. Ну, мы постарались его снять так, чтобы вы видели, ну, какой объем и какая идет прорисовка. Этот мастер-класс у нас идет не как продолжение предыдущего «Барельефа», он идет самостоятельно, но для тех людей, которые изучают это направление, оба этих мастер-класса одинаково полезны. Они не связаны в том плане, что в них, что в первом, что во втором, рассказан полностью процесс. То есть если вы смотрите конкретно «Барельеф на стене», вы сможете создать работу. Если вы смотрите панно, вы тоже сможете создать работу. Вы будете знать, какие материалы использовать, как готовить поверхность. Вот здесь я рассказываю, как подготовить разные типы стены, как работать с инструментами, как наносить массу в большом масштабе, в маленьком масштабе. То есть это материалы, как разные учебники по одной науке. То есть вот есть искусство «Барельефа», оно очень обширное. У нас будут еще выходить материалы по этой теме. Я столкнулась с тем, что материалов практически нет в интернете, таких, которые можно сесть и посмотреть. То есть есть видеоролики, где показано очень быстро, как мастер там нанес, там чего-то поделал, так покрасил, и все готово. У нас мастер-класс этот получился огромный. Я не знаю, насколько он по времени. По-моему, там три часа, да? Что-то около того. Я не посмотрела этот момент. Но делался он, снимался он двое суток. Двое суток делался «Барельеф», там задействована макросъемка, там все показано детально, как вводить кисточкой, как наносить массу, что с ней делать, да, как ее обрабатывать. То есть все детали показаны. Человек, который посмотрел этот мастер-класс, сможет создать такую работу. И к этому мастер-классу, ну, это у меня обязанность, как у дизайнера, я должна свою пользу показывать в этом плане. Я к каждому мастер-классу обязательно прикладываю какие-то дополнительные материалы. К этому мастер-классу есть тоже папка с картинками, разной степени сложности, которую можно задействовать. То есть этот «Барельеф» у меня 50 на 70 сантиметров. Он может быть метр на два, три на шесть, какой угодно. Он может быть по размеру. Делается он при желании, вот такой можно сделать, там, за двое-трое суток, да. Если это делать размеренно, то примерно неделя, там, 10 дней, как бы можно в таком свободном режиме это все создать. И я знаю, что люди думают, что это невозможно. Да, да, это очень сложно, кажется, на стене, это, ну, это только надо образовывать. Друзья, у меня нет художественного образования, я не умею рисовать. Мои навыки в рисовании сводятся к сегодняшнему набрызгу. То есть поэтому это возможно. Это изображение тоже не я сама нарисовала эти пионы, я их перенесла определенным образом, да, и я уже с ними работала. То есть все это рассказывается в этой программе. Так, давай, выключаем. Видео, тут у нас такие переходы, думаю, бумага в другой переходе. Так, сейчас мы включаем на тебя. Ой, на меня, на тебя, на тебя, на тебя. Так, сейчас мы посмотрим, что нам тут, вопросы какие-то. Давайте, если какие-то вопросы. Да, замечательные, интересные у вас мастер-классы, спасибо большое. Как можно заказать у вас заготовки в личку? По заготовкам все вопросы в личку любому мастеру. Пишите Лёле Раевской или мне, или кого найдете, всем пишите, мы все отвечаем на эти вопросы. По заготовкам, по закрытому клубу, по каким-то моментам приобретения, это все пишите. По подарок, подожди, Алиэкспресс же. Да, по подарок. Так, ну, у нас все по барельефу, все понятно. Хорошо. Подарок сегодняшним всем, любому из сегодняшних представленных мастер-классов у нас идет ролик по работе с Алиэкспресс. Я знаю, что есть люди, которые там не любят, вредничают, что долго идет там и все такое, да, но это очень полезное, полезные знания в том плане, что заказали, пусть идет месяц, господи, да пусть хоть два месяца идет на самом деле, зато оно пришло, и вы им пользуетесь. Да, зато оно стоит в несколько раз дешевле, и по качеству очень многие вещи не уступают тому, что мы покупаем в художественных магазинах за огромные деньги. Кто был у меня на первом вебинаре по этому, помнишь? Мастихины, да, помнишь? Да, мастихины, вот я рассказывала. Набор мастихинов 5 штук стоит 200 рублей, у нас в городе стоит 200 рублей одна штука. Я сегодня купила в одном известном магазине за 184 рубля одну штуку, то есть это нужная информация, поэтому она у нас сегодня идет в подарок к любому мастер-классу. Для того, чтобы приобрести мастер-класс, мне муж сказал баннер слева, я в прошлый раз металась, баннер слева, вот здесь у вас баннер, нажимаете на него, заполняете все необходимые поля, администраторы связываются, организаторы, все это дорабатывается. Я благодарю вас за то, что вы сегодня со мной провели этот вечер пятничный, я надеюсь, что вам понравилось, потому что, ну, было клево, я вот вся счастливая, грязная. Я жду вас на следующих своих вебинарах, все, всех целую, пока-пока. Алена, передаем вам слово.